Холли Найт, Чен Он тоже принимал участие в войне, изменив ход истории, но увидев, что Сентенелл не справляется, он вновь появился, словно последний шанс на победу. Цель светлых героев всегда была ясна – разрушить столь давний Пылающий Легион. Именно поэтому Холли Найт обладает столь уникальными способностями. Хорош. Отлично, еще Оега будет. Оегис. Опа. Доблкил получается. Ой-ой-ой-ой. Даже почти на вставочку. А у меня еще Даггер есть. Сейчас файтом. С руки. Ой-ой-ой, хорош. Отдушанем его. Там быстренько сольем. Под крипами. С руки проюзываем. Сейчас я вам покажу, где раки зимуют. Ээээ, ну что ж такое-то, а? Всем привет, дорогие друзья. С вами Яксенас. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать новый гайд, конечно же, поблагодарить вот этих спонсоров канала, который продвигает мой YouTube канал. Ребятки, и вообще хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в развитии моего канала. Всем, кто ставит лайк, кто подписывается, кто приходит на трансляции в 19 по МСК и кто просто поддерживает. Ребятки, отдельный всем респект. Всем спасибо. Также, кстати, не забывайте, что в среду, в среду, в среду и субботу у нас добавляется контент Дота 2. А после 12 ночи по МСК мы добавляем Доту 2. Это не переход Доту 2, это просто добавление контента. Если мы в 19 по МСК начинаем первую Доту, а в 0-0 начинаем вторую Доту, так сказать, тем, кто интересен на вторую Доту. Но я не думаю, что на этом видосе кто-то будет со второй Доты заходить и смотреть этот бред. Не знаю. Но, короче, держите в курсе. Вот такое вот у нас сейчас небольшое расписание. В общем, надеюсь, просветил. Что ж, ребятки, у нас сегодня интересный гайд. Да, это у нас Чен. Обратите внимание, это у нас интересный, не знаю, метовый или не метовый, но, наверное, метовый за счет того, что у него тут есть некоторые приколюхи. Вот такая вот у него моделька, у Чена довольно-таки интересный герой, который требует очень много микроконтроля. Сегодня постараемся объяснить все его способности. А, к слову, какие у него способности? Penitency есть у него. Потом есть Test of Fight, есть Holy Persuasion. И, конечно же, Hand of God. Сегодня я расскажу, как они работают. Ну и, конечно же, расскажу, как можно будет на нем качаться. Также предоставлю вам несколько интересных игр, чтобы вы, так сказать, вкусили этого героя. Ну и, в принципе, все, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра. И давайте переходить к теории. Она получилась очень сочной. Не скипайте, если хотите знать, немного больше. Итак, друзья, завезли у нас лук на рожь. И, конечно же, первая способность на нашем персонаже это Penitence. Ходки у нас Е прокачали данную способность. И что делает эта способность, спросите вы? Это амплификация плюс замедление. Амплификация всех трех типов урона. Ну, их немного больше, конечно. Немного больше этих уронов. Но, в целом, я думаю, вам будет понятно, что физически, магически и чисто урон у вас увеличит. Увеличит данная способность. Вот эта первая способность. Это амплификация, как и у Bloodseeker, да? Такая же. Но она, конечно же, еще и замедляет. И висит немножечко подольше. Сейчас мы ее досконально разберем. И, в принципе, все. Дальность применения этой способности 800 единиц. Вот такой вот она имеет эффект. Образом давайте закинем на Омника. Вот так вот, смотрите, это выглядит. И эту тему очень легко снять. То есть, вы можете спокойно там диффузом снять. Или там юлом, или мантой. И, конечно же, на вас не будет накидываться это замедление. Плюс на вас не будет действовать амплификация. Очень, кстати, мне нравится тем, что есть хорошее такое замедление. И, причем, обратите внимание, вот этот эффект, пока вот эта тучка летит, да? И пока она не достигнет цели. Она не начнет замедлять. Обратите внимание, вот сейчас я Омника поставлю на патруль. Он будет патрулировать. Смотрите, оп. И как только достигла она, вот эта вот фишечка, да? Пенитенция. Как только достигла, только тогда замедло навесилось, наложилось, наклудилось. Короче, вы поняли, да? В целом, вот такая вот у нас способность. Увеличит все. Догоны, все увеличит с руки, увеличит ваши скиллы, увеличит сэншента в дамагу. Короче, полностью сильная амплификация. Надеюсь, вы это поняли. Ну и давайте посмотрим теперь по уровням прокачки. Выезжает у нас табличка. И давайте смотреть. Дальность применения 800. Это мы уже озвучили. Далее. По уровням прокачки у нас тут увеличивается замедление и увеличивается количество урона. То есть, именно количество амплификации урона увеличится. Но увеличится также длительность и перезарядка. Сейчас все разберем. Замедление скорости передвижения. 15, 20, 25 и 30 процентов. На 30 процентов персонаж становится медленнее. Далее. Увеличение урона на 15, 20, 25 и 30. И на 30 процентов урона на юнита или на какого-то героя будет действовать больше. На 30 процентов. Вот прикиньте, да, на 30 процентов на самом деле это очень-очень много. Вот такая вот тема. Далее смотрим. Длительность 5, 6, 7 и 8 секунд. В течение 8 секунд, да, получается на ласт левеле на вас будет висеть эта амплификация. Если вы ее не снимете, вы будете хапать очень сильно. Поверьте мне, это реально очень сильный спелл. Монокосты. 100 маны всегда. Перезарядка 14, 13, 12 и 11 секунд. Вот такая вот у нас способность по, так сказать, табличечке. Блокируется иммунитетом к заклинанию. Написано сейчас. Мы это проверим. ИТМ. Блацк. ИТМ. 230. Давайте закинем сразу, наверное, и попробуем задиспелиться. Окей, кидаем и диспелим. Да, все легко диспелится. Эта амплификация является очень слабеньким таким бафом. Ну, получается, на оппонентах дебафом, да, получается. Будем называть тогда дебафом. Она считается очень слабым дебафом, потому что скидывается абсолютно от всего, как я уже и говорил ранее. В линку эту способность накинуть нельзя. Написано, что можно эту способность закайтить. ИТМ 21 прописываем. И давайте сейчас посмотрим, можно ли ее попытаться закайтить. Вот так вот делаем. Тут нужно очень быстрые руки, ловкие нужны руки, очень крепенькие руки. Но это, конечно же, не мои руки, но на одной руке я, кстати, подтянусь. Оп, да, успел откайтить. Вот. И это тоже можно сделать. С помощью даггера вы также сможете откайтить первую способность. Вот такая, ребятки, у нас первая способность на персонажа. Поехали далее. Лук на рожь. Лук на рожь. Следующая способность на нашем персонаже это Тест оф файт. Данная способность наносит урон, чистый урон в определенном рандомном диапазоне. И также, в зависимости от урона прокачки, вы будете, конечно же, наносить урона по-разному. Плюс, при прокачке этого спела вы получаете еще один дополнительный спелл, о котором я после рассказа о Тест оф файте расскажу вам. Что ж, прокачиваем у нас Тест оф файт, хоткей у нас Т, оба, и появляется у нас еще вот такой вот Тест оф файт телепорт у нас появляется. О нем мы поговорим чуть позже, еще раз повторяю. Смотрите, разбираем сейчас вот этот Тест оф файт. Данная способность при направлении на оппонента и нажатии хоткей, так сказать, проверяет веру врага и наносит урон. В зависимости от определенного, так сказать, диапазона по уровням прокачки. Наносит чистый урон. Рандом тут очень сильно так бегает, ну, например, на ласт уровне 200-400, да, то есть можно нанести, и при этом у нас тут определенный калдаун. Давайте сейчас будем эту тему все разбирать и, конечно же, посмотрим, как у нас тут все идет. Кстати, обратите внимание, что тут баг и написано вот прокачка Тест оф файт, калдаун 24 секунды. Но этот калдаун 24 секунды написан на телепорт, но не на сам Тест оф файт, тут 16 секунд. Вот такая вот тема. Дальность применения этой способности у нас 600 единиц. Давайте применим на Зетта и посмотрим, что у нас происходит, какой он верит. Ага, 57 демэджа он получил, и вот эти циферки, которые вылетают, они сигнализируют о том, сколько он урона этот персонаж получил. Ну, 57 урона сейчас Зетт у нас получил. То есть проверил его Чен, конечно же, и увидит, что столько определенный урон. Тут 85 сейчас, да, видите, получил. То есть уже чуть-чуть побольше. Если у нас диапазон 50-100 урона, то выпало сейчас, в принципе, чуть-чуть побольше, чем в первый раз. В первый раз очень мало выпало. Так что вот такой вот у нас спелл. Применение очень просто. Просто нажимаете, и этот спелл дамажит. Не забывайте, что первый спелл это амплификация. Прикиньте, как с амплификацией можно этот чистый урон увеличить. Это же жестко. Ладно, не суть. Но об этом поговорим чуть-чуть позже. Поехали. Выносим табличку, и давайте разберем Тест оф файт дэмэдж. Смотрите, дальность применения 600 низ, минимальный урон 50-100-150 и 200. Это минимальный урон, который может выпасть с Тест оф файта. И максимальный урон по уровням прокачки 100-200-300 и 400. Но, в принципе, давайте так. На первом левеле 50-100, на втором 100-200, на третьем 150-300, на третьем очень сильный разброс. Обратите внимание, 150 единиц на третьем очень сильный разброс. А на четвертом уже 200-400, да, получается, еще больше разброс сделали. Зачем такое было делать? Но, в принципе, вылетает иногда Тест оф файт очень хорошо. То есть, прикиньте, 395, если вылетит, чистым уроном, 395 урона получается. И при амплификациях это реально очень много. Вот такой вот у нас дэмэдж. Надеюсь, тут не запутаетесь. И теперь, монокосты 90-100, 110-120 маны, перезарядка у нас 16 секунд. Вот тут вот написано 16, и это значит, что 16. И по табличке написано также 16. Написано, что блокируется иммунитетом заклинания. Давайте проверим. Нажать мы не можем. Также и первый спелл нажать не можем, это я не упомянул. И, конечно же, блокируется линкой. Давайте соберем линку. Итем линкен. Итем 220. Давайте пропишем. И сейчас протестим. Это рабочая линка, надеюсь. А, не удалось сбросить предмет. Это поломанная линка и темп 219. К сожалению, я забыл, что тут есть еще и поломанная. Так, в линку. Да, в линку не работает эта способность. И это очень годно, что линка, так сказать, линка поможет вам избавиться от этого нанесения чистого урона. И вы не хапанете. Так что, вот такой вот у нас тест-то файт дамагерский. Давайте сейчас посмотрим, что делает у нас телепорт. Итак, друзья, что касаемо, конечно же, телепорта тестов файт, тут все довольно-таки просто. Тут есть несколько применений. Применение на героя, применение на вашего крипа таргетна и применение на самого себя. Сейчас мы это все разберем. В зависимости от уровня прокачки у нас тут улучшается, знаете что? Улучшается именно время вот этой задержки телепорта юнитов. И это очень важный момент. Сейчас будем также разбирать. Главное не запутаться, очень много нюансиков. Ходки у нас F, эту способность у нас мы уже, так сказать, изучили, когда изучали тест-то файт, и она у нас здесь появилась. Давайте сразу выкачу табличку и поговорим по ней. Смотрите, выехала табличка. Дальность применения 600 единиц, задержка для героев 6, 5, 4 и 3. Это я сейчас расскажу, что значит. Требуется маны 200, перезарядка 24 секунды. Смотрите, теперь, исходя из того, что тут написано, задержка для героев 6, 5, 4 и 3 секунды. Когда вы прокачиваете тест-то файт, вы прокачиваете телепорт. Также, соответственно. Соответственно, телепорт, когда вы прокачали, у вас задержка на телепортирование героев будет меньше. Как она будет, эта задержка, показываться? Все вы знаете, что в игре, я вот тут, возможно, вставочку вставлю. В игре, когда вы направляете на какого-нибудь персонажа, над ним появляются такие руны. И через некоторое время этот персонаж отправляется домой. Это именно та задержка, которая здесь указана по уровням прокачки. В этом соло лобби, к сожалению, я не смогу это показать. Потому что все юниты, которые у нас тут есть, они будут считаться моими подконтрольными. И, образно, если я направлю на ЦМку, то она ТП-хнется мгновенно. Но в игре она должна ТП-шиться с определенным временем. А именно, в зависимости от уровня прокачки. 6, 5, 4 или 3 секунды. То есть, там такие руны появляются. И, конечно же, после этого персонаж телепортируется на базу. Тем самым, вы можете засейвить своего тиммейта в случае, если он там в какой-нибудь жесткой ситуации. Эта тема, кстати, не сбивается. То есть, по-моему, даже астралами не сбивается. Если честно, я здесь не могу проверить это. Но знаю точно, если вы уже направили на персонаж, то он через определенное время 100% улетает. В астралах, скорее всего, тоже он должен улетать. И в юлах тоже. Я, если честно, проверить это не могу. Но, если я что-то разузнаю в игровом процессе, то, конечно же, здесь еще подпишу. А если не узнал, то, к сожалению, тут будет просто пустой окошко. Все. Далее, какой у нас момент есть? Если мы направили на героя, мы разобрали. Будет телепорт с задержкой на колодец. Следующий момент. Если я направлю на юнита, который у нас под контролем. А именно, у нас здесь кентавр с доминатора. Третий мы еще не качали, потому что позже его разберем. Кентавр с доминатором. Если у вас есть кто-то под контролем из вот таких вот крипов, юнитов, и вы очень не хотите его терять в драке, то вы нажимаете на него также тест-оффайл телепорт, и он мгновенно улетает. То есть, если герои улетают с задержкой, то крипы ваши прирученные, они просто мгновенно улетают на базу. Если у вас есть какой-то крип особенный, там, знаете, волк с аурой, или там какой-нибудь голем, и вы его очень не хотите терять, то вы просто нажимаете на него телепорт тест-оффайл, и возвращаете его мгновенно на базу. Так что вот такая вот тема. И, конечно же, крайний прикол, который у нас есть с телепортом тест-оффайл, а именно это нажатие на самого себя. При нажатии на самого себя вы будете суммонить к себе всех прирученных с третьего спелла юнитов. То есть, это будут големы, там, может, кентавры какие-то, все, что вы насобирали, вы все засуммоните. Суммон этот пропорционален уровню прокачки, то есть задержка этого суммона пропорциональна уровню прокачки, а именно 6, 5, 4 и 3 секунды. То есть, в течение 3 секунд к вам прилетят все ваши крипы. Да, это так и работает. К сожалению, это не касается доминаторных вот этих крипов. И, кстати, когда вы будете к себе суммонить, то будет такие над ними, над крипами эффект, вот эти вот руны будут вылетать. Но это мы еще раз пройдемся по этой теме, когда покачаем уже третий спелл. А, к слову, мы уже эту способность, в принципе, подразобрали, да. Требуется маны у нас для того, чтобы зателепортировать. Это 200 единиц, прикиньте, и калдаун 24 секунды. То есть, 200 маны для того, чтобы телепортнуть, кого-то засейвить. Это реально очень много, но и калдаун очень большой. Но это сделано для баланса, потому что, как правило, этот спелл используется для того, чтобы засумонить к себе всех крипов, которые у вас имеются с третьей способностью. Опять-таки, на доминатор эта тема не работает, ребятки. Так что держите в курсе. Написано, что можно, итем Блацк, можно через БКБ даже телепортировать своих союзников. Образно, если он там хапает, то можно, да, даже через, вот так вот, через БКБ, так сказать, зателепортировать своего союзника, в случае, если он лоу хапает, и тем самым засейвить, ребятки. Вот такой вот у нас тест-тофайт-телепорт. Надеюсь, вам он понятен. Не забывайте, что тут три действия применения. Именно на союзного героя, на союзного крипа, а именно на прирученного, и, конечно же, на самого себя, чтобы вызвать весь сумон к себе. Так что вот такой вот у нас тест-тофайт-телепорт, ребятки. Как говорится, лук внарож, и погнали смотреть третий спелл. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это Holy Persuasion. Эта способность позволяет приручить какого-нибудь нейтрального или лесного крипа, вот такого, знаете ли, крипа на лайне, да, допустим, можно также приручить. И, конечно же, позволит увеличить его максимальный запас здоровья. То есть, если образно у крипа, ну, вот этого обычного крипа 500 хп, то его здоровье возрастет в зависимости от уровня прокачки данной способности. И эта тема, на самом деле, очень прикольная, потому что позволяет крипов сразу из таких слабеньких крипов, у которых 400 хп, превратить в определенно тысячи хитпоинтов, да. То есть, получается вот такая вот тема. Но сейчас досконально еще разберем, как это работает. Хот-кей у нас R, эту способность уже прокачали. Также обратите внимание, что в зависимости от уровня прокачки у вас тут доступно разное количество юнитов, которые вы можете приручить. А именно на ласт уровне можно всего приручить 4 юнита. И это, на самом деле, очень-очень скучненько. Нельзя приручать эншентов. Сразу говорю, эншентов приручать нельзя. Но есть одна фишка, которая позволит вам их приручить. Но эту фишку мы будем разбирать уже тогда, когда будем изучать Hand of God, а именно ультимейт данного персонажа. Ну что ж, мы сейчас прокачали. Давайте прокачаем в двоечку нашу третью способность и попробуем приручить. Ну, давайте возьмем вот эту кробу. Ее приручаем. И обратите внимание, у нее было 400 хп и стало сразу 800. Потому что у нас сейчас способность второго уровня. То есть, мы увеличили ее. Вот это минимальное здоровье до максимального от нашей способности. Это очень прикольная тема. И давайте еще какого-нибудь крипа возьмем. Давайте, поинтереснее хочется крипа взять. Давайте возьмем, наверное, вот там вот сатирчики стоят. Пойдемте с сатира возьмем. Давайте вот этого с сатира возьмем. Смотрите, у него 300 хп и сейчас стало 800. Мы увеличили его здоровье и теперь он у нас стал немножко покрепче. При этом вы также можете спокойно этих крипов использовать, если вдруг у них есть какие-то способности. То есть, тут у нас есть пурш, тут у нас есть замедление. И это очень-очень годно. Далее, какой у нас момент есть? Насчет приручения мы разобрались. Приручение идет на, так сказать, на основе, что этот крип пока не умрет, он будет ваш. Следующий момент, какой у нас тут есть. У нас есть тут максимальное количество крипов, а именно 4. В случае, если у вас, так сказать, вот эти вот 4 крипа уже превышают и вы хотите взять образно 5, то у вас ничего не получится. Какой-то из крипов засуицидится. И он суицидится, причем рандомно. То есть, образно, если вот тут вот этого крипа мы взяли вторым, да, то почему-то он первый и умер. Хотя должна была по очереди, если умереть кроба. За этого крипа, который вот так вот засуицидился, не дается экспириенс и не дается золото. То есть, он просто так умирает, как будто его вообще и не существовало. Так что, держите в курсе. Если вы хотите образно какого-то крипа заменить, его желательно слить и у вас тогда все получится. Давайте еще раз сделаем. Сейчас, по идее, ага, смотрите. А что, 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 в смысле у меня третий левел сейчас? Нет. Лол, смотрите. Получается, голема засуицидила и под контроль у нас упали вот эти крипчики. Но это, кстати, вот уже такая фишечка пошла. Да, давайте еще раз сделаем. Прикольная тема. Обратите внимание. У нас, получается, с третьего спела засуицидила големов. А маленьких способностей, вот эту способность, она унаследовала очень довольно-таки интересная механика. Но, если что, будете знать. Вот такая вот у нас приколюха. Давайте выведем табличку и посмотрим по табличке, что у нас там вообще в целом меняется. Дальность применения 800 единиц. То есть, на расстоянии 800 вы можете кого-то приручить. Либо крипа с лайна, либо, конечно же, какого-то нейтрального крипа именно из леса. Далее, что у нас там есть? Максимально юнитов 1, 2, 3, 4. 4 юнита максимально вы можете иметь с этой способностью. Минимальное базовое здоровье. 700, 800, 900 и 1000 единиц. Обратите внимание, у фурболга 950 хп. То есть, когда у вас будет способность в четверочку, у него станет 1000 хитпоинтов вместо 950. А если мы его сейчас приручим вот так, то у него здоровье остается именно таким же 950. Почему, спросите вы? Потому что у нас способность сейчас второго уровня и минимальное значение хитпоинтов, до которого мы должны возрасти, оно будет 800 единиц. То есть, это работает, допустим, на вот этих крипов, у которых хп совсем мало. То есть, у этого 400, если мы его приручим, у него станет 800. То есть, это так и работает. Кстати, корабелус, видели, лопнуло. Давайте сейчас еще кого-нибудь приручим, посмотрим, кто у нас лопнет. Оп! Получается, фурболг лопнул, да? Но за него, видите, ничего не получили. Так что, держите в курсе, ребятки. Прежде чем хотите, так сказать, поменять какого-то крипа, вы его должны слить. Вот эту тему не забывайте. Теперь, смотрим еще. Требуются маны. 100 единиц маны для того, чтобы приручить и перезарядка. 30, 26, 22 и 18 секунд. Очень довольно-таки небольшая, в принципе, относительно на ласт уровне перезарядка. И это позволяет брать суммон намного быстрее, чем, так сказать, на первом уровне, там, приручить одного крипа, да? И сидеть, ждать, куковать. Ну и все. Так, давайте посмотрим еще тему с тестов-файтом, как будет телепортировать. Будет ли сейчас это работать корректно? Смотрите, нажимаю тестов-файт, появляются руны, это все работает корректно. И через 6 секунд, так как у нас первого уровня тестов-файт, мои крипы все телепортируются ко мне. Это, так сказать, фишечка дополнительная, которая у нас должна была быть на тестов-файт телепорте. Но мы ее здесь показываем, потому что мы изучаем третий спелл. Третий спелл мы, в принципе, уже изучили. И тут больше знать нечего, друзья. Не забывайте о том, что базовое здоровье вы увеличиваете. То есть, образно, если у вас тут 1100, это здоровье не заменится. Тролль очень плотный. И его здоровье на четвертом уровне не заменится на 1000. Ну, я, в принципе, уже объяснял, как это работает в целом. В принципе, по третьей способности все. А, кстати, еще не забудьте, что я протестил всех абсолютно крипов из леса. И этот видосик есть отдельным, отдельным видео. Я его оставлю, конечно же, с ссылочкой в описании. Зайдите, посмотрите, какой крип самый актуальный. У какого крипа есть какие ауры и способности. Это все я уже протестил. Рекомендую посмотреть, прежде чем играть на чене. Чтобы знать, какого крипа лучше было бы взять вам, так сказать, на лайн. Для того, чтобы либо харасить, либо чтобы помогать. Вот так вот, друзья. Поехали у нас смотреть уже ультимейт. И еще добираться некоторых фишечек. Итак, друзья. Крайняя на сегодня способность, которую мы будем изучать, это, конечно же, Hand of God. Данная способность позволяет захилить ваших тиммейтов и захилить ваш весь суммон. При этом, эта способность имеет глобальное применение. То есть, неважно, где вы находитесь, вы всегда восстановите по ходкею здоровье вашим союзникам и, конечно же, здоровье вашим крипам. Как это будет работать досконально, я вам сейчас буду объяснять. Прокачали данную способность. Ходкей у нас D. Опять-таки, глобальное применение. Это значит, что неважно, какое расстояние. То есть, вы нажимаете и хилите везде. Я уже предварительно раздамажил вот тут вот юнитов. И раздамажил своего героя. Давайте заюзаем и посмотрим, что у нас произойдет. Ходкей D нажали. И, конечно же, тиммейтам лицо, так сказать, хорошо подхилили. Вот смотрите на этих юнитов. Они восстановились на фулл, а союзник у нас, в зависимости от уровня прокачки, получил определенное количество здоровья. По уровням прокачки мы сейчас также разберем, сколько здоровья получает у нас союзный герой. Давайте откроем табличку и посмотрим, выезжает. Смотрите. На первом уровне у нас восстановилось 200 хп. Так как у нас первый уровень, естественно, цемки у нас восстановилось сейчас 200 здоровья. И это очень хорошо. На втором 300 и на третьем 400 здоровья вы сможете восстановить вашим союзникам. Но не забывайте, что вашим крипом восстанавливать всегда на фулл. И это реально очень годная фишка. В случае, если у вас крип очень сильно прохопали, и вот-вот они сейчас откинутся, то можно нажать Hand of God, независимо от того, где вы будете находиться. И вы, конечно же, захилите их на фулл. Также и захилите союзников бонусом. При этом даже захиливает иллюзии. Как бы это странно ни звучало, но если вы нажмете, да, то иллюзии тоже захилят. Это немного странновато. Но прикиньте, фантом в драке дерется, да, и вы восстанавливаете всем здоровье. В принципе, не палите фантома в этой толпе. И получается все годно. Давайте разберем теперь у нас монокосты и, конечно же, перезарядки. Монокост у нас очень большой на Hand of God. Это реально очень-очень большой монокост. Который, в принципе, на Чену не свойственный. Наверное, я думаю, если у него все способности берут мало маны, то Hand of God берет очень много. 200, 300 и 400 единиц маны на ласт уровне требуется для того, чтобы заюзать и захилить. Это реально очень много. Перезарядка 160, 140 и 120 секунд. Не обращайте внимания на картинку Аганима. Об этом поговорим чуть-чуть позже. 120 секунд это 2 минуты, чтобы захилить разочек. Это очень много. Если честно, Чена без Аганима я не вижу, потому что Аганим очень много дает. Аганима ему дает не только вот этот бонус, что можно подхиливать чуть-чуть побыстрее, да? То есть раз в 30 секунд. Но еще и, конечно же, другие фишки, которые мы будем разбирать. В принципе, применение очень простое, ребятки. Я думаю, вы поняли. Нажали, захилили и все стало хорошо. По уровню прокачки я тоже объяснил. Также проходит этот хил через БКБ. Но, в принципе, это и так банально. Потому что это как бы союзные применения. Чаще всего они работают через БКБ и позволяют, так сказать, подхилить. В принципе, давайте теперь разберем Аганим. Тут действительно есть на что посмотреть. Итак, друзья, что же нам будет давать Аганим? Давайте пропишем Аганим и посмотрим, что у нас будет происходить. Прописали Аганим и вот такой вот прекрасный эффект получает у нас Чен. У него начинает этот посох светиться. Очень красивый эффектик. И теперь, что мы можем делать? Именно, ребятки, вкачиваем четвиварку и поехало. Так, чисто суммоним себе Эншентов. Раз Эншентов взяли себе. Давайте слабенького Эншента возьмем. И вот этого мы кикнем, кикнем. И сейчас минус Неутраллос. Возьмем себе еще Эншента. Берем еще Эншента. И возьмем сейчас себе еще Эншента. Давайте покикаем вот этих. Просто я хочу показать вам небольшую ошибочку, как обычно. Неутраллос. Небольшую ошибку, которая написана на сайте Айкапа. Именно, что можно приручить всего 3 Эншента. И как видите, 4 Эншента вы спокойно приручили. Давайте еще вот этих покикаем, чтобы вы не подумали, что это какие-то обузы, магия и прочая тема. Минус Неутраллос. И еще возьмем вот этого Драконозавра. Сейчас мы все вот это сделаем. И я расскажу, почему так это все работает. И какие у меня есть мышления. И берем 4 Эншента. Посмотрите. Мы забрали сейчас 4 Эншента. Хотя, обратите внимание по табличке. Максимально древних крипов. 1, 2 и 3. Как можно было допустить такую огромную ошибку на сайте Айкапа, если можно призывать к себе 4 вот таких вот, конечно же, прекрасных, красивых Эншент крипа. И как видите, я сейчас попытался заменить. И у меня Драконозавр лопнул. Давайте еще раз попытаемся заменить. И кто лопнет, надеюсь, не Голем. Голема я люблю. Блин, ну что ж такое. И Голем у нас тоже лопнул. Ребятки, не забывайте, в случае, если вы хотите, конечно же, заменить какого-то крипа, рекомендовано его слить, прежде чем заюзать третий спелл. Иначе у вас получится такая ситуация, что вот сейчас вы потеряли Голема, у которого аура по процентам на увеличение количества здоровья. Ну, понимаете, это просто нелогично будет менять такого крипа. И, конечно же, это плохо. В общем, как вы поняли, аганим на чене, что дает? Конечно же, дает возможность приручать 4 Эншента. Это реально очень круто. Но и немаловажный момент, что каждые 30 секунд вы сможете восстанавливать здоровье всем здоровья. Вы можете восстанавливать здоровье всем вашим крипам и союзным персонажам. И это реально очень важно. Кстати, еще на сайте iCup'а написано, что пока вы не вкачаете Hand of God в третий левел, вы не сможете приручать Эншентов по количеству. Но это тоже бред. У меня Hand of God первого левела, и я приручил сразу 4 Эншента. И, как вы знаете, это все прекрасно работает. Давайте сейчас возьмем вот этого крипа, сольем. Ну, в принципе, я могу его просто кикнуть и взять, конечно же, вот этого голема. И все у меня стало отлично. Кстати, еще, по-моему, увеличилась у нас дальность применения. Потому что тут уже, ну, хотя 800 там, да, 800 дальность применения. И, в принципе, все так же, как и осталось. Так же, как и было, так же и осталось. Просто кажется, как будто 1000, но это все-таки 800. В целом, можно, короче, если вы поняли, да, досконально, можно приручить себе Эншентов. Это реально очень годная тема, потому что Эншенты имеют очень хороший урон. И, конечно же, очень хорошие способности. Вот этот Драмер имеет офигенные способности. Но, если вы не знаете, какие способности дают Эншенты, ребятки, ссылка в описании. Посмотрите, что дает каждый крип. Эншенты нам очень важны. И, конечно же, делаем тест-тофайт. Залетаем сюда в Рошпит. И начинаем прессинговочку. Давай, давай. Опа, прилетели наши крипи. И поехало. Давайте душить. Юзаем первый спелл. Опа, пошло. Все, накинули на Рошана. Рошан начал нас хапать. Давайте вот этого крипа. Так, нет, вот этого крипа вот так вот отведем, чтобы он не погиблый. И, конечно же, ломаем Рошана с помощью Эншентов. Да, именно Эншенты очень хорошо ломают Рошана. Реально, очень хорошо, ребятки. Это очень страшно. Почему так происходит, я не понимаю. Почему Эншенты настолько сильно бьют Рошана? Ну, видимо, из-за типов урона. Все вы знаете, что эта тема очень легко ломается. Так, хорошо. Этого отводим. Танчим другим. Мы раскидываем первую способность. И все становится у нас отлично. В целом, ребятки, теория подошла у нас к концу. Обязательно собирайте Аганим. В любом случае, на Чена вы его смотрите сегодня с Аганимом. У нас будет каточка в любом случае с Аганимчиком на Чене. И сегодня подготовил еще для вас фановую каточку. Эту фановую каточку вы тоже посмотрите. Играйте за Чена, ребятки. Он реально очень интересный герой. Это не то, что играет там на Тине или на Сларке, да. И, в принципе, такая тема. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу этого гайда, по поводу этой теории, ребятки, вы можете, конечно же, зайти в описание. И, конечно же, задать в комментариях вопросики, конечно же, которые у вас созрели. Ну и, в принципе, все, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что посмотрели эту теорию. Рекомендую смотреть видосик до конца, потому что вас ждут жаркие, просто жаркие каточки. Сегодня мы сыграем через Ауры. Сыграем тупо через Аганим. Сыграем, конечно же, в керри, да. Ну и, в принципе, проведем время очень даже интересно. Друзья, спасибо всем. Желаю всем приятного просмотра. И поехали. Так, ну что, друзья, загрузилась у нас первая игра. В первой игре мы сейчас сыграем на Чене, так как, в принципе, можно играть. Есть несколько вариантов, как можно сыграть на Чене. Но прежде чем будем играть, конечно же, давайте побаним что-нибудь нам неприятное, чтобы там баратрумов не было и всяких других персонажей, чтобы они сильно не напрягали. В общем, сейчас попробуем сыграть через Ауры. Самый простенький, ну, типа, как бы самый простенький гейминг на Чене, потому что, если у вас слабенький микроконтроль, вам тяжело, естественно, пользоваться суммоном. Да, но мы попробуем тупо через Ауры, и можно будет помогать Аурами именно команде. Вот таким вот способом мы будем тут играть, а во второй катке уже будем по-другому немного плейть. Ну, в целом посмотрим, может и получится что-то, если крип будет хороший, может и возьмем какого-нибудь крипа и будем помогать. Вот, смотрите, что дальше делать будем. По контрпику, в принципе, персонаж у нас такой не сильный, его все убивают, по сути, он слабенький такой у него, ни хп, ни маны особо ничего нету, ни армора, поэтому его загнобить очень простенько. И он очень уязвим от персонажей, которые легко сливают суммон. Если вы, допустим, в лейтгейме собираете аганим, и уже у вас там, допустим, эншентов очень много, и вам будет тяжеловато, когда эншентов будут у вас сливать, и, естественно, актуальность персонажа немного падает. Но не забывайте, что Чен это в целом ранняя стадия игры, и в лейтгейме желательно не бегать там на 60-й минуте. Ну, хотя в лейтгейме он тоже может помогать за счет амплификации, и подхила, и, в принципе, Риле достойно отыгрывать. Так, ребятки, там уже понапикали, да? Хорош, сейчас ждем. Пикаем, и погнали. И погнали, ребятки. Погнали. Нужно душить. О, Сларка взяли. Как это хорошо. Со Сларком будет весело. Для Сларка я буду корм, в принципе. Идем в лесочек. Надеюсь, сейчас по крипам повезет немножко. Будет с крипами у нас хорошо. Хорошо, посмотрим, кто у нас на лайн встанет. У нас опять не хватает какого-то персонажа. Ну, в принципе, Клок может соло стоять. С Клоком можно будет убивать спокойно. Причем это вот даже Вайпера. О, у нас нечем будет драться. Да, Ксин будет постоянно на фестах. Ну, в принципе, посмотрим. Может, как-то забалансимся в этой катке. Ну, надеюсь, прикольно получится. Так, хорошо. Как говорится, лук на рожь. В первой катке попробуем сыграть через ауры. А вторая катка у нас будет уже более такая повеселее. Ну, может быть, так же, как и первую сыграем. Но пока не могу сказать, ребятки. Сейчас все зависит от крипов, которые рисуются. И от актива команды. Можно, в принципе, взять Вардик. Давайте Вард возьмем. Вардик возьмем. Вот так вот. Мана нам, в принципе, особо не нужна. У нас есть Бриллиансаура, которая позволит нам подзарегениваться. Вот, смотрите. Так 0.84, а так 1.49. Ну, почти в единичку, да. На первом лавле качаем третий и поехали. Сейчас завардимся. Там Санкинг, да? А, не, Скелетонкинг. Нормально, нормально. Скелетика взяли. Я думал СК. СК это вообще... Ну, Санкинг именно. СК это будет проблема, потому что нужно будет покупать Дасты. А Скелетон, в принципе, не проблема. Нажали райт кликом и побежали. Так, у нас нету курочки. Ну, потом, если что, возьмем. Кунка на топ пойдет. Хорош. В принципе, пик у нас намного слабее, чем у них там Сларки, Леорики, Джигернауты. Это что-то как... Ну, страшновато на самом деле. Давайте сейчас посмотрим, что у нас будет происходить по игре, а там уже будем делать выводы. Ждем крипов. И погнали. И погнали. Постоянная привычка отключать базилу и с выключенной базилой фармить в лесу крипом. Это жестко. Это жестко. Будем ли мы тут собирать аганим? Вопрос такой у нас. Конечно, скорее всего, будем собирать. Но вначале, конечно же, играем через ауры. Максимально там сделать там Володьку нужно будет, барабаны, что-нибудь такое повеселее. Чтобы было фаново. И через ауры попробуем там Волка взять, раскачать там первый. Так, Джага там бежит уже, крутиться будет. Крутиться будет. Ой-ой-ой, сейчас кунки будет не весело, если там закрутится на тысячу уронов. Так, вардецкий вот сюда откнем. На руну, чтобы можно было видеть эти подходы. И здесь, наверное, подождем крипа большого. Если кунка не заблочит. Не заблочит. Не заблочит. Я написал, не заблочит. Хорошо. Ну, вроде бы, как бы, ну, он, наверное, даже и не пытался, как бы. Да, но пойдет. Ну, крип такой себе. Самый классный крип вначале это фурболк. Потому что с ним вы сможете достичь более максимальных высот. Вообще, максимальных-максимальных. Так, хорошо. Мид у нас уже слился. Слил мид, парень. Нормальная тема. Так, сейчас этих зафармливаем. Подстакиваем. И если выпадет гарпия, будет очень хорошо. Оп, отводим. Если выпадет гарпия, будет очень хорошо, ребятки. Хорош. Гарпия очень хороший крип на ранней стадии. Вообще, не забывайте про тот видос, который можете посмотреть. Про всех крипов, которые есть вообще в целом в лесочке. Я делал видосик отдельный. Так, можно этого слить уже, в принципе. Вот так делай, да? Хорош. Сейчас тут все зафармим, сплэшем. Отлично. Все, и добиваем. Берем первый. Поехала. Что у нас тут? Сатирчик. О, сатирчиком тоже можно подспамливать. Там сларк еще. Сейчас, кстати, выйдем. Сейчас выйду. Сларка поспамим немного. Поспамим. У нас тут сатир рестнулся. В два кемпа мы зафармили. Давайте отойдем вот так вот. Хорош. Кунка, если нажмет кнопочки, будет круто. Попробуем поспамить немножко. Гоу. Кунка, афк что ли? Ну-ка, не надо ставить афк. Я знаю, братан. Делай вот так. Хорош. И этого тоже можем подспамить. Хорош. И душим дальше. Можно было бы, конечно, взять сейчас еще крипчика. Да. Интересно, у него будет? Ага. Хорош, би. Смотри, что делает. И он лежит. У него 140 маны, кстати. Меня закрутить может, по идее. О, еще и Сларк пришел. О, я сам своим крипом себя заблочил, да? Неплохо, слушайте. Ну, это коротко о моем микроконтроле. Кстати. Смотри, что делают. Не надо его критовать. Не надо его критовать, дорогой. Э, поможи. Бабушке. Сларк пришел, поможи бабушке делать, а он не пришел. что за дела толпуйте ля стоит фармит выйди помоги маги ты чё ужас какой-то вот так вот к син даже пришел мидер так у меня есть сапог своим крипом я себя умею площадь это нормальная тема так хорошо подзамедлил дальше работаем куда пойдешь смотри какой на джагере парень это мой крипчик добегался хорош ладно после фейла идет хорошее так сказать достижение своих целей ребятки все-таки справились но вот тут как обычно это мой микроконтроль я вот и говорил ребятки если у вас слабый микроконтроль пожалуйста берете ауры и поехала но идея была хорошая пас память идея была хорошая память все есть и на скрип и можно фармить крип и есть можно фармить но кунка конечно не стал помогать мне ладно так надо было значит так значит надо было сейчас у нас есть крип и дополнительно сейчас пойдем еще главное вот тут гарпию бы достать из гарпии можно вообще вещи делать еще по кайфу время проводить так у нас есть сапожок кстати это очень хорошо будем очень быстренькие 260 маны сапог нормального там с моего прага да так это что такое тут сларки ходят какие-то вот этих мы никак не стакнем тем более ночью они спят надо их сливать рош лично спорт тоже сапог взял блин они только быстро сапоги взяли да простик какой-то я боюсь если я просто не до контрю то как бы но будет сложновато сложновато нас лак меня видит ночью намного сильнее попробуем но этого него не возьмем мы в принципе на крутилку вот так вот можно такое себе это максимум что я смог тут такой не гангануть эскейпер плюс ну два эскейпера очень тяжело по сути у этого прыжок есть да надо как-то под расконтривать но плюс у меня еще микроконтроль такой что я тут не смогу ничего сделать надо фармить парнях просто фарм ему все крипов хороших нету ну как бы сатир и кент тоже хороший крип о гарпии отлично тогда сливаем сейчас кентавра сливаем кентавра с гарпио сейчас подработаем отлично рожби а рожби о или инвизик 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 хорошо ой 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 не надо пожалуйста ну как тогда эх и кунка видели проказ какой там дал гениальный но я как обычно ребят лад как обычно пытаюсь сделать что-то хорошее да получается через жопу ладно работаем работаем дальше чуть-чуть дать там осталось я не с не начинал с память раньше потому что я понимаю что он может прыгнуть чел не прыгал ему все равно да то есть ему все равно он не прыгает так тут по ходу в арт поставили видите заблочили ближненьким чтобы ничего не делать и чел такое чисто знаете ну по кайфом так я взял третий чтоб можно было еще один с ума взять можно просто короче фармить парни если так неудачненько у нас начало можно так выразиться короче если бы я начал сразу с память я думаю он бы сразу был прыгал на сларке вы понимаете надеюсь это те кто не понимает соболезну соболезну если кто-то не понимает поэтому таков смысл а просто выходить там чел крутится другу привет не знаю тяжелый line для ганга на самом деле но принципе с кункой можно давайте вот так сделаем ферм контора у нас есть ферм контора здесь сейчас пойдем хорош би м х рак нормально с это таксин без сапожочка да флаза на вайпере он закрутится ух кунка нифига себя сильно делает слушайте ну нет смысла давайте фармить просто попытаемся выфармить на аурах выходить дышить я так смотрю у нас что-то не удается как-то не удается так мне нужно телепорт носить кстати кентавра сольем пора бы кентавра слить уже и кровь бы тоже не особо она актуальна не знаю езда медло я ее выключил чтобы она не тратилась на крипов на обычных мана не тратилась хорош так опять кентавр фурбалгов не от обратите внимание фурбалки нам не нужны до чага шестой сларк тоже там уже русско так гол попробуем что-то сделать пробуем что-то сделать этих в обход этих в обход так там включили поехал би а нет не поехал би не поехал би чем приехал со своим зоопарком а не удается смысл тут их суициде да так не гангануть не получится он знает что там что-то знает пойдем дальше фармить короче тут просто фармите через аганим выходить вот так вот я вижу эту игру потому что гангать не получится руки кривые о фурбалги неплохо давайте возьмем урбок это хорошо нас 2000 золотых уже есть но это немного на самом деле начали на 13 минуте спокойно не выходя из леса вы можете сделать себе аганим спокойно спокойно просто просто спокойно блин идеально было с гарпи да но с гарпи как видите не получилось гарпи офигенный персонаж вернее крипчик чтобы можно было делать вещи давайте сейчас топ попробуем сломать топ сломаем сларку хорош погнали там топ очень хорошо проседает ага вот так устащи да нормально губ ты будешь на крест сажать нет не хочешь хорош о понимаю понимаю такое сейчас так махил хотя бы разбить души пойдет хотя бы так господи так на тест файт можно взять тут торренты корабли ну отходим чего не можем делать тут еще вульту кидает и меня убивать не надо друг мой друголётчик но я тишу если ты туда побежал я туда не побегу уже так но не хватает у нас туда под сейвов то есть что за игра жесткая тунка брат вот через крест игру а не просто так и да кидать напишем может рили будет чуть получше отыгрывать тут непонятно он просто что-то раскидывает вот так вот ох у нас клок 0 4 вы видели когда-нибудь таких клоков так у нас 2 200 первое что делаем это володьку она из пиндов нету я купил респи барабаны еще респи барабаны еще купил так барабанчики есть хорош володь чуть позже купим так вот делаем клок хорош забрал таки первое что купили барабаны next володьку так жуманакс нормальная тема жуманакса можно кстати очень хорошо пофармить почему не аганим спросите вы ну потому что хочу через ауры первую катку сыграть а потом если что в середине игры может быть где-нибудь аганим но аганим самое актуальное это в начале конечно же без вариантов вообще типа там это даже не осуждается что в лейт-гейме аганим актуальны нет нет аганим это всегда начальная стадия но я хочу через ауры это тогда либо можно сделать знаете катку как типа через аганим через аганим да и добирать ауры правильно гарпия неплохо неплохо через аганим и добирать дополнительно там это ауры хорош по фармин надо тут варкнуть варкнем хороший топ тэшку надо забрать хорош сейчас будем проспамливать погнали в тэшку просто что такое так под контрим хорош ну тэшка наша сносим один крип у меня всего можно подыграться немножко пойдем сейчас еще крипчика возьмем сларка нет смысла спамить он заревенится пайпер на мину блок без маны так ухты гарпия тебя спасет жизнь брат я там оккультану и да плохо мог ультануть так ну там два подхила но это такой света гарпия минусом короче да что тут кабольт смотри прям целенаправленно за мной идет ля какой ля какой чувачок на вэпере то гоу ща мы его с кабольным загрызем так не блочь меня на кабольне на своем ну забрали окей хорош так есть каболь да собираем дальше занимаемся собирательством вот так делаем потому что биндов нету я на двойку ставлю крипов и погнали на двойке у меня обычно круг силы ребятки но я вам рекомендую вообще забинживать каждого крипа отдельно чтобы можно было 1 2 3 4 5 как на мипа да образно чтобы вы могли аккуратненько это раскликивать чтобы было намного удобнее так или намного удобнее когда у вас на каждом персонаже на каждый каждый персонаж каждый крип имеет отдельный бинт вы его как отдельного крипа так и расконтриваете это намного удобнее сларк хаста там ничего себе ща вот этих заберем здесь хорош о пойдет еще аура хорош пойдет по раскачкам я беру первый второй чисто берем в разочек чтобы можно было суммонить да но можно брать и на раздамаг если вы любите играть там знаете ну можно типа балансить знаете допустим у вас один крипчик какой-то важный да и все остальное вы спокойно просто берете и расконтриваете как бы ну вообще не проблема если вам так удобнее то делайте так почему нет делайте так если вам так удобно возьмите допустим качайте тест файт возьмите одного крипа с леса и работаете да допустим можно делать так если вам так удобнее ребятки то без б почему нет я не против как вам удобнее так и играйте на чене так у нас тут с ларки нападение да с ларки нападение надо барабашки юзать убегать потому что я уже тут ничего не сделаю они пришли на дев это так сделаем хилку разбить джиггернаута взорвали просто а не надо моего крипа убивать но крипа убили окей что-то там на низу кто-то бычит еще да а, у них еще леорик то есть мы не можем справиться с юрнерой и со сларком у них там еще леорик в команде понимаю нужная вещь парни много ресипи владимир с ресипи у меня 3 3 владимир с ресипи у меня мне хватит надеюсь нафига ты его засейвил нифига засейвил он его там оказывается зверх так владимир с ресипи у меня хватает пацаны мне хитрецко нужна там сейчас пойдем на базу разберемся с артефактами я там что-то понапокупал потому что накосячил изначально из-за бинда я случайно нажал там че там по-моему вот так вот нажал в и тут у меня еще на а а это типа круг силы в круг силы забрать я хотел получилось так что получилось фигня ну как обычно в принципе хен ночей нет на мать так ребята там душат душат ребята оракл молодец хорошо отыгрывает так ну мы сейчас разберемся с артефактами давайте и погнали вот она хитрецко хорошо владимирс так делаем это продаем хорошо ляша типа умный да на джаггере давай ему там кнопок напихаем давай напихаем ему кнопок ой ты что сфидил получается да брат сфидил получается на джаггере ну так бывает тяжело это таргет на жесть как тяжело это все раскликивать на самом деле ну не получается по-другому а жёстко жёстко на базу его отправим на базе пусть почилит так ну я ауры собрал своим которые надо можно можно теперь собрать крипов и идти в нвм правда там отпушивают все уже отпушивают все что там гарпио хилится ооо тут еще и шайпер хорош лопнул лопнул шайпер пойдет опа джугер идет ой как хорошо там ультануть ля какой быстрый какой быстрый ну тут не догоним его он слишком быстро но вот аааа ну там чайнов нету да хорош я тут тоже помог в принципе нормально что-то подвигались как-то так гарпио гарпио с базы к себе присумоним го пушить активная катка жесть просто не хватает мне контроль жесть просто не хватает волка бы взять да так гарпио на базе мы ее просто не будем суммонить мы ее сюда притянем и все то есть или юрики жесть конечно забавная катка получается раскликиваем хорош корабль туда еще ооооу ну это надо тп делать а ну тп я тут не сделаю тп я тут уже не сделаю ну-ка гарпио поможи бабушке здесь я конечно быстрый но я тут не выживу никак не поможи бабушке мне тут тут бабушке мне не поможи я как говорится на передовой стою да чисто такой боец чугаем тумоном хотя бы тут сейчас без героя можно будет раскликать нормально можно будет раскликать нам нужно вместе собраться сейчас леорика слили очень хорошо даже получилось фармим ооо смотри там вон он вон он вон он на сларке он сларк микроконтроль свой теряет просто на герои да 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 я поможи бабушке сделаю надеюсь достал хорош задушили слоном отлично у меня герой пока тут чилит курит отдыхает там сэндре по-моему надо взять да давайте берем вот так вот погнали погнали пушим пушим на аурах чен погнали ты ты какой оп хорош ляша делает аромز ну мы в такой центре я поставил хоршь подконтролили если честно максимально хреново отконтрил но я старался че мог сделал ахилку EffOl надо разбить ууууууу ! ооооууууууууууууууууууууууууыууууoha оо уу hire Маоуууууууууууууууу jail ууашкл染 орош ger NIH �hteный ł teu чё-то там молнию какой-то кастанул вместе собрались давайте немного сатиры отведем жесть вот это мы тут вещи делаем но ужастик честно сейчас хотя бы что-то более-менее как-то расконтролил сейчас сюда не крачей бы да зоопарк запарил говорит есть бро если бы я его нормально раскликивал еще было бы круто по низу по низу когда получается зоопарком контрить это великая сила на самом деле там оракул все подхиливает подсейвливает прям вообще круто понизу соберемся здесь давайте варкнем и погнали так 2000 золотых у меня есть давайте не короче еще сюда засунем и короче будет круто так в и б хорошо центре ки надо бы там хорош три слота как раз вместе мы сила главное аккуратно расконтриваться ли урика там тоже надо как-то так у нас есть два стана если что станы давайте сделаем так вот этих кентавров возьмем вот так вот выделим в двоечку а это отдельно у нас опа смотри сларк идет парка идет но будем таймить хорош отлично чем нам пока там постоял но 200 на нас ларка отдали пойдет дальше дальше вместе мы сила я просто оставил героя в стороночке и расконтрили ля какой хороший хороший айс бласт отлично отлично джага там яша пт-шечки потом у нас пунка бегает балуется кстати можно вот так вот сделать я не достану уже печалька этот скинет а тяжело так расконтрить под крест самое то вообще подконтроливать под крест вообще самое то у братец пойдем отойдем там айс глаз летел печалька с дэшкой леорик эти леорика подстанем на мне айс этот айс колд фитович да шо ж такое то простань а станов нет но вы держитесь да ужас гарпия умерла да чё у нас там есть вы всегда есть до 24 на 7 у станчика надо оп хотя бы стандал идет же еще за драки я вообще не понимаю что происходит потому что я не могу ничего раскликать в его я ни разу не дал за драку а в принципе у нас и сатир это нет уже да так дни кентавры остались жесть там драка такая была лютая а сейчас еще не короче будет чисто знаете это беда микроконтроля будет просто беда пойдем что еще пару крипов возьмем у меня я не могу раскликать у меня почему-то еще забиндилась что я героем тоже иду героем просто бить нужно и все остальное исправляем сейчас еще не кра тройка будет есть еще доминатор возьмем а я ее я вообще лопну тут с этого контроля можно сатирчика маленького взять в эти возьмем пригодится маленького сатира возьмем и ауру какую-нибудь вообще одного кентавра надо как бы ну оставить рожь пойдет пойдет там по не врачам и кры один лаву есть пойдет аппаратик там кунка если будет кнопки нажмите кентавров слишком много мне не надо мне два кентавра и так есть такое кентавров очень много мне не нужно эти одного кентавра сольем тут и посмотрим что есть у нас кентавра сольем а вот он то что нам нужно то что нам нужно и не крача есть уже жесть так отлично лично сатира где-то как-то блин отдельно так поставить чтобы можно было подконтривать таргет на хотя бы у драка начало это сюда еще тут по стане его ой 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 вот так сделал короче пойдет кентухой кентуха пришел у нас до волк волка надо к себе привязать просто ее летит патронус инспектор инспектор патронус как он видел он его волка ко мне пожалуйста хорошо лук на рож говорит хорош подконтриваем вот так пойдет пойдет сатиром снимаем все негативы на меточку взял он его было бы хорошо таргет на приходится очень много контролить таргет на угол есть метка это не хочет давать лучшим пока так волк за мной ходит хорошо кушаем здесь мы просто ломаем низ он там вон джага стоит отлично вот сила аур парни там по сотке у всех дамаги еще не крачи есть да не крачи но не кратри я сделал получается так так вот это сюда так у меня все подохло до сатирчик умер плохо а вон он только сейчас умер ой я тут не увидел его а вот этого пацана вернем на базу и добра тоже задушили надо уходить ходим пацана на базу вернул он там живой все б н лоу хп он полетел чекай нет он лоха по прилетел на колодец нормально так там погоня за нами киберите берите 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 так и короче три да есть и короче 3 погнали на топ там соберем что-нибудь и на экс доминатор попробуем зверинец чисто лютый сделаем я даже это расконтрить не могу но я это соберу я это расконтрить не могу но я это попробую собрать ребята через ауры то есть максимальный суммон ауры да правильно попробуем так сделать таргет на если пытаться в драках как-то расконтривать это конечно но такое в начале было много фейлов сейчас чуть поинтереснее к . потопу можно пойти будет сейчас о здорово о дарова 2x печалька но такое себе два инвизора напали на бедненького чена осуждаю 1 доставляем это сюда мы маны нет у нас там печальненько давай клок попадай держу винный vision тебе хорош я даже еще не крономика нам застилил форма волка на базу отправим на реабилитацию пусть ноги под этот покусанные ноги пусть подлечит хорош оракул у нас тащит я кстати еще не так много нафидил мне главное ассисты держать но грязноватая игра максимально грязноватая низ мы сломали сейчас пойдем ауры наберем и пойдем поддушивать еще в доминатор сделать да 6 у меня такой дырки в этом в инвентаре лютые конечно дырки в инвентаре лютые погнали собирать что-нибудь подстакаем еще сейчас посмотрим тут стакнем стараемся так это мне не нужно бафает кентавры опять мне не везет сегодня на суммон парни везет на суммон там пацаны сдались походу да еще кентавры просто мне нужны ауры нужны ауры тут големы там кентавры гуси на чек нечего то я лет собрать надо пацаны вот так вот можно да и там волчара да хорошо и волчара там еще лук на рожь ребята душа там и донить не надо я подхилю чуть-чуть ребята без меня справляются принципе да но сейчас тест файт ним хотя бы три крипа это минус топ сделаем ребята сами выиграли там драку красавчики пацаны минус 5 просто в без меня сделали минус 5 давайте еще час по тут мега пуш сделаем пацаны я пришел все создаемся весь этот контроль и смотрим что происходит сдаем погнали жесть то самое чувство что когда играем почти без керри да и посмотрите что происходит у нас кентавр 24 дамага это 50 процентов от его урона волчара 14 тоже 50 процент жесть это жестко можно и третью сторону сломать до типа 35 минут поиграли это жестко пацаны конечно в шоке наверное там максимальный суммон называется катка ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой отводи их не успел на блоки лида катка максимал нубий суммон би так еще ауры хочу погнали доминатор щас некра но в принципе это гг ладно сатира возьмем это в принципе гг уже жесть не успел я все подсобирать но для первой катки в принципе пойдет замесы лютые были лютые какие-то замесы были ребята там до пушат я хочу все-таки блин если честно не полноценно да получилось то есть катка прикольная но очень хотелось бы чтобы конечно вся фигня была у нас именно весь суммон такой знаете заряженный там еще доминатор образно до туда пихнуть нечего-нечего доминатор пихать ребята там просто задушили скади на оракли 6 ребят ну такая первая катка получилось не знаю лютые какие-то замесы тут запащили пацаны короче катку у просто вынесли посмотрите с ларка вынесли блин вот этого джиггернаута просто вынесли леорика это жесть какая-то просто нереальная игра была тем что отлично просто много-много среки кстати с внутри неплохо купил то-то а то толстас где-то варды 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 чего чего варды 16 вардов я взял нифига сиящий короче под саппортил ребятки немного но в целом каточка получилось прикольно если честно вот но немного не получилось поиграть аурами как я хотел но в целом вы видели вот тут уж какой тут был и контроля мне не хватает вот я чувствую мне не хватает микроконтроля прям я не могу их разбить то есть у меня ограничено да вот ребятки как вот если у вас хороший микроконтроль играйте начали прям по кайфу ну а у меня вот так как-то получилось просто аурами и запушили некстовую катку сыграем через агоним надеюсь катка тоже получится интересной поэтому ребятки let's go далее так ну что ребята настало нас время супер тактики начений и именно что мы сейчас будем делать просто не выходя из леса колотить лес если в первой катке мы пытались выходить и гангать то в этой катке мы гангать даже пытаться наверное не будем на 14 минуте должен быть агоним и конечно 17 минуте выходить с тремя жесткими эншами и конечно же задушивать это наша тактика сейчас в этой катке в первой катке мы пытались что-то подромливать да там неудачно там то крипа не было то еще что-то жалко что фурболгов нету самый кайф это берешь фурболга да идешь сразу клепаешь и убиваешь просто на втором левеле там ну просто стопроцентный фраг по-другому кстати ну никак не получилось у нас ладно не суть так ждем пока ребята пропикают и идем просто колотим лес просто колотим лес до агонима все должно отлично получиться и потом начинаем просто распличивать сэншентами пока никто не оделся у них там они герои будут очень слабенькие там и потом будем нападать почуть потом почуть будем нападать надеюсь там героев кстати будет немного с эскейпом потому что я играл катку одну там было столько эскейпа что вообще загангать на нереально там вивер морф то есть пытаешься что-то выходишь гангану тебя не получается все ладно но это не суть собираемся и душаем погнали погнали фармим крипов в лесочке я лез вот так вот я лез пацаны царян царян я лез пацаны я лез пацаны датлинга взяли на рандоме хорош энчантерс на рандоме плохо надо а зачем рандомишь зачем рандомишь если надо здесь странный ребят ничего страшного или самый град самый град делает еще фарми пикайте давайте вот это кстати массовик затейнивают очень тяжело но справимся в этой катке я покажу очень интересную тактику сейчас вы фармим делаем сапог и погнали будет интересно в это интересно парни хорош снайперы все погнали чем у нас керри нам надо нас керри нет нету керри надо тащить катку дай реки реки чтобы ходить просто а пока и ничего не делать это годная тактика на самом деле я всегда так тоже делаю круто интересно начала спиком пикнут я прямо интересно мартретку их прикиньте с бфом это так больно будет пофиг но мартретка очень тяжелый пик против моего сумма надо будет потому что мартретка она сама по себе и не пробить она не попадаешь веншин там же не соберешь мкб правильно или аура нет никакой какая-нибудь аура прикиньте с этим лайфстилера взяли хорош так ну берем вот так вот по дефолту и погнали ничего больше брать не будем давайте вардик возьмем вместо манки если в прошлый раз мы брали ману которая нам особо не нужна была сейчас возьмем вардик вардик ткнем вот сюда и будем подфармливать let's go так курочка у нас взяли ага забрали все по свап 5 пишет зачем я не буду играй на энчантрес все умеют и если парень умеет на энчантрес то изи катка если не умеет это не изи катка это gg так вот так ну что фарм контора готова будем максимально стараться фармить если выпадут жуманакс с жуманаксами очень быстро фармишь очень быстро фармишь посмотрим 2 афк у нас а пацаны все-таки и стойте у меня выпадал за герой такой я не умеет и все пауза говорит 2 афк пауза да какая пауза в такой катке паузу ставит это смешно это тебе что интернешнл какой-то допустим он этот кур забрал ладно разберемся берт на роуме там кстати фармить не буду давать энчантрес продала что-то так надо было наверно на топе тут по-любому сейчас будет народу куча шторм и пинты да уже бежит уже бежит как будто знал да прикиньте как будто знал что смх что либо бур бурс мх что ли сидит играет бабу руд этот смх походу сразу видели бежит хашник бабу бабу руд века чем х 2 ключи мх написать ему по любому там уже видно это бабу боб велкины хорошо формуем есть там армора щас будет прин пробьешь хорош погнали далее о гарпия кстати гарпию давайте возьмем почему нет такой шанс бывает раз в сто лет давайте подстакаем зафармим 2 кемпа возьмем гарпию еще гарпию возьмем парню лук на рож говорит чу уч отстань от меня гарпия встреча делает отстань от меня она очень наглая какая-то и второй левел апнуть слушаю отстань да смотри какая ты нормальная чу я тебя заберу что максевич давайте гарпию от пустим сейчас фармем сами гарпия на c да погнали чадо был килл будет красивенький гарпия порешает гарпия решает вопросы но есть как раз во время хен пришел до хен пришел во время погнали на миду поставим можно вообще выбежать момент по спамить там боту не знаю может фармит о иллюзии погнали фармить хороший хорош сейчас я вам покажу у дираки зимуют ну что ж такое то у этого сапог я его не догоню здесь я забайтил и отдал фраг по сути тому кому фраг этот нафиг не нужен ладно все забыли фармем я не могу гангать фармем я рак уви рак уви гангери идет да уже хорош хорош ну а такое тут не успеваю до правильную дать ладно такое гарпия вообще не реализовал но опять да блин я опять на эти же грабли наступаю же есть не могу ничего сделать все тупо фармем тупо фармем не могу я парня вроде чё-то как-то правильно делаю и чё не делаю жестко сапог бы взять печалька а еще гарпия хорошо так это же хорошо сейчас еще гарпию возьмем попробуем еще second chance там снайпер он ватный можно будет поделать вещи хорошо за то врагов и перешел правду фармем монетку а нет эти мне сапог сейчас зовут это единоличные вот эти курьеры какие-то так тактика с фаром не удается на самом деле что-то так бы чеш на него господи так он не любит его вот аксессе честно если бы он не сильно запущен линию я бы выходил линия очень сильно запущена мне некомфортно туда выходить вообще не комфортно ну вот здесь вот тут бы было бы линия да ребят согласитесь намного лучше было бы он кликает еще как будто я должен тут бежать под пешки и душить это жестко кентавр бежит ну по идее не должен догонять идеи бабу бабу не надо бабу оба подходим не надо бабу оба почти что за файтинге у нас тут не надо бабу жесть что за драки но два асиста хотя бы что-то поможи делаю но все равно все равно поможи поможи на такое поможи делаем но такое жесть кент говорит фармить надо тут же берет эту гарпи хорош пойдет с гарпи делаем вещи по чуть отфармливаем все равно все отходим лесочек вообще на базу надо бы сходить хп просели но сейчас возьмем чайник он не крип еще кентавр на такое но кентавр чтобы фармить кентавр чтобы фармить пойдет спасибо с пс хорош поможи сделал пока регеним гарпию жесть а регеним гарпию и тут же крипы сразу же агрятся на ней убивают и ладно парнем сейчас лесочек соберем ребят давайте тройку берем три крипа возьмем мы будем выходить жесть сколько раз у меня была возможность застилить крипа но у меня не получают бой крипа героя но так и не застилю не удается могу просто сейчас фарма глубиться будет пушка еще пофиг будет на все так там руна арестнулась но мне не мешай как говорится я фармлю ахевич там один бегает дорогой но одному тебе уже там нечего делать я чего уже сейчас будет клик скорее всего по мне что я виноват гениально гениально просто и виноват кент и виноват почему я умер под т2 а так вот пацаны работаем что-то макс четыре раза уже сдох у него не терпи у него не держание просто лакса поэтому он так хен зачем я умер под т2 расскажи блин опять с выключенной базилкой фармлю я постоянно и выключая чтобы было бы не болится на крипах это чревато что там за крип огур огур мне не нужен вверх там бегает эти кробы возьмем выключим пока хорош что еще есть жуманакс нормально жуманакса возьмем жуманакса это хорошо хорош подфармливаем нормал бы идет ультимативная имеется пармем line так как ахевич на лайне нету можем сейчас попробовать еще и побить оттышки нет все понял база оружок фармин дальше а когда ты жку успели снести я че-то забывся забывся снайпера пойти попробовать нами да убить есть так делай да кентавра не пробить там он бустер еще жестко пока колотим лук на рож говорит но я тут аккуратненько огонимчик подфармли до парнем они все от него и как бы не против наверно рож можно быть 4 крипа счет зади работать по товарам лично и 1000 есть еще до 11 минута на восьмом возьмем до 100 fight можно было как-то двигать крипов по карте давайте вот этого возьмем nice и потом мы пойдем смело мне кажется кентавр ушел до погнали погнали лук на рож и погнали т2 работаем как на чене хорош 2 ломай туда быстро сломаем можно хэве даже пойти побить даже чуть-чуть отлично еще игрек есть это я понимаю уже игра начиная нормальная да все отходим крипов можно оставить тут что там жуманаксы есть отлично погнали герыч пришел все отходим на паровым лес уходим в эншентов нормально все будет так 13 минута до туда 14 сделаем в принципе аганим я думаю топ сломали мы сломали об сломали это радует они очень медленные лесные крипа начальной стадии очень актуальны они медленность их это пикс по сути отводим 100 км рож давайте вызовем не вызывается занят чего так сделаем герыч счета без таких и поэтому а я понял но тут значит тогда за парнем сейчас это на гоним это на новый год вставляем вот так вот а я понял до засада на стой братулец и надо меня душить не надо меня душить братулец кстати минус а ну по идее да какие не успел до неба ломаны и бабуры мха включай побежал за мной печалька что потеряли весь лес а мог забрать сейчас верт а там такие лоха п вы его и а вон побежал побежал под тэшка возьмем сейчас 14 минута у меня не до фарм сейчас эти крипы забрал бы нормально было бы отлично все бы на базу 400 золота можно будет этим дофармить крипом агоним почти есть и надо поможи бабушке делать как раз я потерял весь лес можно больше спокойно вэнш на пути о да тут 100 золота добить надо к анимации привыкно час не криса ладно пойдет сейчас так добьем вэйвэй если не можете добивать с руки добивайте вэйвэй вива хорош пойдет пойдет как раз погнали ребятки ну 15 минута на минутку позже сделал я агонимчик и давайте тушить берем лес как можно больше дальше дагерочек и душем хорош чест давай дам чест я не смотрю за дракой драка не смотрю на чест там чест говорит дай чест дай танцевать буду хорош так это добить надо не даю добить до отстань так отходим хорошо там пацаны энчантрис молодец кстати душит а хотел свапи зачем хоста чтоб бегать быстрее хорош а пацаны лес собираю лес собираем хорош лес мидович мид зафармили нормально по и по левелу принципе тоже не сильно отстаем топ я снес импакт какой-то внес команде сейчас будем собираться вместе уже задушивать а вставочки штормы снайперы я буду максимально люто эту цель и чтоб меня сливать что тут големе есть ухо-хо-хо хорошо вода ребят лично хорош пакетница окончаем просток не заблочь мне еще один км заблочил до печалька много в 3 н.ч. 3 н.ч. так меня трогать не надо вот так сделаем окей я подхилюсь хорош вот этого можно где-то души хотя бы так хорош вот сюда но сам он душит с ума он тушит там все сейчас дагерочек возьмем еще крипчика возьмем в лесу жесть ребята сдаются поняли чен вышел с аганимом всего ну его нафиг типа его нафиг ломать тэшку хорош все можно крипов в отдельный момент куда-нибудь и тут берем эншин то еще одно а этот нет этих я брать не буду этим не не интересно эти крипы не интересны хорош го сюда сходим здесь крип скип ним где крипа а т2 прошли вот здесь сейчас будут крипа вот тут чекать об простите рожь и тут по скипаем вот это вот сейчас так ним а еще голем давайте голема еще одно из нас так ним все равно и голема возьмем стакнем и голема возьмем забираю туда крипов это вот так вот хорошее тоже интересней это что тут на x влазит в этом крип то герочек хочу сейчас дагер купим ребят с этих крипов этих крипов создай можно рошу кстати пойти изи изи рошан прибежал и чисто прилетает мочепалах крипов нами так смотрите да герочек зачем дагер спросите вы сейчас покажу этих крипов тут захилим сейчас сделаем драконов лучше брать два дракона и по кайфу два дракона и по кайфу два дракона они сплэшом бьют голем на хп драконы блин я кстати сидел хотел эншентов хильнуть а короче мог там засейвить кого-то осуждаю крипа четко сюда прилетят сейчас отлично кстати вороша эту глюм без макеичи хороша на все тупим горошана заберем аегу возьмем так 20 минута нормально у нас все по артефактам ребятки сюда монету добавляешь вообще пушка можно в рашпит заходить за герой блин канули блин ну там щас походу заход на рашана отменяется заход на рашана нет нет меняется заход на рашана хорош ребята дерутся да там жесть на камбуз кают пацаны я рашана не вовремя походу пошел да не нормально заберем как раз команде они до впятером дерутся жесть подхиляя подхиляю конечно зря они там пошли драться надо было роша спокойно забрать но я принципе тоже не коммуникабельный я не пишу что рашана бью я лотар еще купим там такие клики лютые так големи победили хош так тест файт прокачали сколько у нас хорошо говорить здесь монетку неплохо крипов на топ отправлю левел у меня сейчас можно пропать а егис есть егис есть левел пропать можно очень люто крипов по топу сейчас еще левел апнем и на базу сходим привела бы взять еще но тут вообще лотар привела типа берешь такой вообще на силу и все карты вообще пока и в становится крипов за фарма на топе вообще щас крипов всех оставляем и колоть все ломаем крипов так дай бог сейчас правил под как под фармом ребята там колотят вы круто чё щас полетим наверное ребята там дерутся да это плохо и нет нормально снайпер тут еще хорош отлично еще а ега будет а егис оба таблкил получается ой-ой-ой-ой даже почти на вставочку а у меня щенагер есть чувак стой стой чувак стой при полкил чисто зверинцем для какой стой хорош испугался просто нормально но это типа ультра келл был жесть нормально душа ну ну нормально сюда хорош пойдет вот это толса тот самый чем которого мы ждали да вот самый чем давайте еще лотар сейдж лотар сейдж погнали суммон есть суммон поможи делает так отойдем суммон тут оставляем пойдем лесочек поколотим о драконозавр есть блин голема давайте жунглера сольем и возьмем драконозавра летающего потому что драконозавр летающий у него дамага очень высокая он прям очень сильно бьет и он бьет сплэшем но как очень сильно у него 40 до типа но у него у него сплэшевая дамага сплэшевая дай крипа забрать это там хорош пойдет пойдет хорош тут под паром сейчас лотар сделаем можно будет драку хорошо прыгать у шторма там маны не было жесть там забрали хорош хорошая катка получается походу нормально так ребят этих крипов тут оставляем на этом крип и подфармливаем хотя можно сейчас будет сразу же лотар сейдж сделано мне главное лотар сейчас сделайте все для там драка парни но без лотара не очень хочу идти подхилим друг там кому нужна халпа идем души его с руки хорош тест файтом продушил у наеху брат задушу да еще раз на вставочку можно что нет хорошо пойдет чисто мега крип и пришли мега крип и хорош надо было хильнуть потом ульт прокачивать по потоп ой курочку чуть не слили же сколько контроля на самом деле туда под контри это под контри так у меня это в контроле да хорош жестко жестко так на меня ракетница там походу ракетница летит но я такой бы с рошей пошел бы следующим ну не знаю мне надо уходить тут нет смысла тэшку побью чуть-чуть хильну тэшку побью хильну он вообще кайф прицепятся жестко на базу сходим мп нету хп нету на базу слетаем в б русском крипов уводим silver edge наверное сделаем но вообще хекс надо рашить хекс надо рашить а я кур туда привел тройкой зачем-то позже это сто процентов я привел у меня бывает такой прикол с микроконтроля бывает такой прикол так чего полетим до или нет x там уже не помочь жестко там парни хорош и подождем и зайдем хорош кекс или кирасу какую-нибудь сделать чеки раз офигенно было бы знаете почему типа кираса даст атак спит и армор крипом рядом с крипами будет очень сильно это контора можно доминатор типа взять да с номинатора взять волка было бы тоже неплохо снайпер лотар я возьмем даст и лотару снайпера лотар там драймера бы сюда запихнуть еще круто было бы тоже атак спит дополнительно дополнительный атак спит а сейчас надо пятером подраться с командой давайте подеремся беремся в пятером драймера я не видел но я взял два динозавера нормально если акс прыгает это нормально хорош но я тут кажись сфижу да да я сфидил но дерусь големы душат сумончик но бай байкнуться можно помогать ребятам лучше крипов подъем и все на x вылез уж уж нормально я не буду бай байкаться ребята справляются мне нельзя так подходить я я взял вообще все на эскейп такой на прятаться чтобы постоянно нормально пойдет пойдет очень сильно газа на лету рожь крипов по 600 по 700 хп у крипов жесть аура вот этого голема дает очень но пушим пушим ребята жесть это просто динозавер и плюс големы големы просто динозавер летающие это жестко ребятки такой пуш ну ломаем ломаем 3 500 золотых уже есть на кармане сейчас скорее всякий раз и куплю раз а хорошо зайдет так не ломай голема да и ломай голем жестко 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 ребята камбуд скажет лучше хекс конечно да снайпер аллатары там же все там у него надо уходить рошан угол прошу 5 и 5 куда гоф еще рофли что на гул чувачок аксе их 5 он гол говорит рофли парень это жестко не надо так слишком опасно жестко вот этот чисто контроль сразу меня на хорошо руш я на базу 6 все происходит 5 из золотых они меня просто пытается убивать чуваки не надо по чалюстям эти за хилим прошла зайдем чуть не хватает нам хочу так сделала уки раз есть отлично скирация сейчас зайдем рошана она уже зашли до бенга там помогает жестко вообще что-то ребята там вообще очень люто меня пытаются прессинговать если первая катка не такая удачная была то вторая катка прям вообще максимально интересно получается рейси ты купил да еще раз кираса я забыл что так не купишь ладно тропнем а что с контролем хорошо так вот сделаем это на базу это я беру это вот так вот и рейси пи сек уроком слетает куда надо кираса и разу сделаем и погнали можно ли с ребятами то сейчас зафармим быстро так это мой кираса до гиперстоун хорошо 50 сек парни не поторопятся будет очень хорошая на базу слетая просто продам закуплюсь хорошо бы вот так вот еще один рейси пики раз и купил я так есть все имеем бегу бегу жесть у нас получается очень люти то лютый затар очень лютый с кирасой чисто чем чем кираса побежали называется нормально погнали нормально все идем по низу крипов отправляем а сами идем центральную акс уже там не может уже прыгает у него прям недержание лакса недержание надо его на базу отправлять на базу его отправлять хорош рош пойдет на их задушил на акса и на базу отправил нормально он там вообще в шоке стоит чего происходит то есть крипов по низу я пойду по низу пушить голем там уже ломает расходник делает голема сразу ускоряется тык-тык-тык-тык пошло пошло пошел дамаг пошел раз дома рожь ломаем низ ребят он такой билд у нас получается еще аегис собрали как старые добрые времена ребятки надеюсь эта катка понравится побольше чем 1 но получился чем такой знаете более активный и более интересный более интересный нежели чем первая катка первая катка такая странноватая была на самом деле давайте вот так сделаем пусть летит на базу прилетит все что с венгой конечно же есть дамаги очень много крипов очень много да ребята все горят что чем там вывез на самом деле чем вообще ничего не сделал там он найкс а найкс 9 фрагов у меня 11 ссори войдет пойдет почти на вставочку даже ну как на вставочном звери его это задушила да то что тегов ломать и чад рака будет скорее всего лютая любитенькая драка будет такти криса морите надо удраться уже давай давай и шторма и всех бьем амплификацию главное кинуть хорошие теста файтом ударим а нет ударим хорош так не 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 щас сдохну с ракеты да ладно на самом деле контроля очень много нужно этих раскликать туда я забиндил через control двойку своих этих хэншентов джейс на 37 минут чисто порохлили с пацанами жесткая катка получилось ребят максимально фановая максимально фановая катка получилось джи джи что тут можно сказать остается у нас веселая катка на экстовая жесть големы там по 30 дамаги жестко стой хорош джи джи на такой прекрасной нотке ребятки у нас заканчивается вторая каточка остается у нас фановая каточка керри катка да как бы это глупо не звучало но сейчас я вам открою чена с другой стороны чен который просто выносит жестко с руки в принципе погнали смотреть вторая катка получилась реально прикольные ребятки но принципе надеюсь она вам понравилась let's go next а ну что друзья загрузилась у нас каточка крайняя каточка начини это че это чиновая каточка срут катка как говорится срута что такое чен это срут правильно те кто поймут тебя поймут эта катка нам должна показать на самом деле всю самую интересную сторону нашего персонажа сейчас мы будем собираться в кире я вам сейчас покажу насколько он жесткий этот герой если его собираешь не по назначению но кто сказал что его нужно собирать через сумму он правильно сейчас посмотрим что можно с этим сделать ребятки сейчас я выкачу чена сразу фирс пиком и докажу что этот герой максимально силен погнали максимально силен подгрессе кир паще пофиг то центральную пойдем да увидишься увидишь зачем чем нужен в меду тем более сейчас покажу пацанам сейчас покажу керри чен ребятки через 12 тест файтами будем душить если там будет много хлипкий герос ларк с ларк то же самое хлипкий герой он будет прыгать на меня думать чем ничего не может сделать а потом пол лица нету и все вот так и живем в омни омника можно изи катка будет или катка будет есть омника репел кидаешь просто пошел с руки долбить в общем керри чем что будем собирать 10 ну дефолтный нулик сейчас купим чтобы можно было право восхищать хотя возьмем наверное в рейс через аквил ведь это керри билд привет 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 приветствую керри билды фолтный а если мне еще аганим за пульт будет круто круто будет круто будет м3 так вот что такое чем это срут срут видишь срут чем срут тем чем вы не видите да чем это срут вы поняли никто не понял если кто-то понял напишите в комментариях что такое срут и что такое чем почему чем срут чем срут клавиатуру короче переключите и полчаса срут играем на сруте но на самом деле лук на рожь будем делать сейчас давайте погнали центра очень много хлипкий героев ну тут скорее всего кб конечно придется собирать возможно же линку но не хочется посмотрим как перефармим перефармим в рейзик центральную погнали первое что берем это первый спл максим 12 мид мой напоминаю хорош погнали сейчас посмотрите веселую каточка а я дворчик погнали на рунку готовимся готовимся хорош бим кстати самый такой неразбросный этот пункт тест файта это принципе 3 мне кажется 150 300 как-то более ну разброс как бы до 150 единиц но самый такой оптимально на пятом левеле мне кажется так прокачать если прокнет там 300 образно это же сколько дамаги будет очень дамаги будет много главная наша задача это сейчас перефармить перефармить пазики поехали аквилка фазики стики и погнали аквилка фазики стики и погнали барды есть хорошо сразу перекидываем обсерв наперед обсерв наперед так вот там пуск пуск алхимику походу не дадут монету да или дадут меня морозить не надо очень не хочется мне тут конечно цемку 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 орош пойдет отлично пойдет цемку приняли почему цемку спросите вы а может так надо ух ты какой-то мансит да мансит сколько маны там парнем не важно не важно просто фармим ляша делает на паке промах на паке но кстати умер пак с файтом хорош с файтом пак погиб кунка размял там нормально так но начало здоровская поехали лук на рожь лук на рожь как говорится интересно что пак будет делать на центральный душировать или сосировать эх не добил печалька но пока тяжело будет полоси то круто было бы если все тракса в команде было факт не знает мои скиллы это сто процентов сейчас мы покажем что такое ч ч ч холли night пока ласт хитим вот я сейчас чувствую что я своей стезе так сказать что хотел бро все хотел бега он так думает с амплификации очень люто на самом деле на миду амплификации это жесть то есть прикиньте он рассчитывал сейчас я его побью у меня там крипы не раздамажит а когда амплификацию кидаешь крип вместо 10 наносит уже 13 урона а крипов то 3 а то и больше и получается что начинается этот избиение лук на рожь лук на рожь так сапог есть ману запулили переагреваем хорош чем через центральную линию ребятки напоминаю керри чем фановая катка так делать не нужно нельзя так делать ребята не рекомендую так делать я для вас специально пишу этот контент чтобы вам было по фану чтобы вам было весело что было что посмотреть знаете такая вот каточка чувство так что ребятки не обижайтесь не обижайтесь но катка требует скилла такая хорош и добью да так тест файт есть двоечка вивер ту травмирует что-то брат я справляюсь не переживай справляюсь хорош эти подхилимся а можно сейчас напасть побить немножко начинается здесь я не пойду под тэшку за ним я могу я щас скорее всего под тэшку иду и надо пожалуйста жесть я бы его забрал если бы не лагал проверим на веру тебя неверный 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 пак получается сейчас ману возьмем жесть от эти лаги да и ну хорош не руинь мне керри катку интернет слышишь да ужас не руинь до интернет меня керри катку интернет интернет жесть руинит ужастик какой-то досмотрим опять перекатку прям заруинить не интернет хочет крипстат принципе 20 крипов ребятки немного но работаем нужно добивать фазике есть можно поесть dd шик а в этой катке мне нужна вы терри каточка значение хорош что next нам собираем лотар конечно через лотар ребята лук на рошу лотар и поехала тест-файт в 4 берем тест-файт 4 чтобы можно было максимально через четверку что там сларк 500 хп его ваншоту почти могу там пол хп будет там просто ваншот ага руны нет сало пришел на мид ики давайте возьмем стики потом газуешь нашу кучах нефига сетенов наркоманчик на шишере пол хп будет я шандарах ну хорош хорошо пойдет 40 на пятой минуте нет но это вам как бы не обычный не дефолтный чем какой-то который лес колотит да это чен агрессивный через 12 это реально очень мощный чем вот это чем я даже этого чена больше рекомендую чем обычного чена честно говоря потому что обычный чем он как бы обычный чем да согласитесь но он такой нормальный интересный тоже да там сумма намного там побегать по уничтожать но этот чем это имба чистый урон это вам не шутка тем более увеличенный чистый урон как под амплификация это прям нам мама не горюй акция мка не уходит а сейчас быстренько отпихнули раз-два хорошо амплификацию на всю выкачали сюда сладк наверх побежал но догоню у него там что по-любому нет со седьмой леву все поняв 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 пацаны поняв погнали фармить дальше лотар надо выформить ребятки до 13 до 12 минуты нам должен у нас должен быть уже лотар это минутам сикеры щелеса колотит на такси перу выйти секера надо выйти успеет их не успел братулец не успел хорош колотим мид пак ушел до решил короче не играть с судьбой злодейкой неверный он оказался парнишка на паке ларк конечно даст немного походу чапалах аллахов походу даст коту как обычно не добил надо варкик себе прислать ребятки надо прислать себя лук нарож промах как обычно два промаха подряд на вас хитает я я так рун нету цемка пол хпча повторим тот же самый исход пол хп там 300 х да там тест файта хватит 1 2 до свидания 400 хп второй раз так же а по идее тут этот будет еще парень на сайленсере сюда по-любому пойдет я думаю а вон он сайленсере парень транквилл и хорош с моего задушим глобалка серьезно а ты пешки домой хорошо возьмем хилочек давайте возьмем хилочек парнем и что нам нужно делать дальше плюсы вместо 3 вместо 3 можно волка взять лес то есть у нас есть встроенный доминатор но мы можем еще доминатор купить то есть там на аурах быть так у слаг тоже пола тара лотар но я пока не выформлю лотар я ничего не буду делать же стенка сколько раз уже сдохло то чисто я выхожу так убивает вот это тест файта это жестко с файта лютая вещь так у меня нет телепорта на плохо к этому бы сходить к пацану на сикере пол лица нет не лагай пожалуйста блин невозможно играть до лаги эти жестко а вивер заберет пойди сам сам заберет да хорош я там не нужен блин у меня интернет за который я плачу 1к в месяц типа и вот такой вот вещь он показывает постоянно вы вещь он есть постоянно показ так ну там cm кх пайда брат беги ну давай еще разочек да вот в этот моментик орнуть хочу 300 хп побежали паза нажали побежать фаза нажали побежали а да ладно серьезно серьезнич ладно берем тп полетели на мид дальше фарм или на низ полетим в принципе мана у меня есть вроде она не слетаем глобал нажать они слетаем хорош не зря на низ полетел таких плюсы чем через плюсы хорош есть можно катус файта добить на базу я бы пойдем лотар купим хорош нормально так роумим на 8 фрагов типа 11 минут но керри катка всегда интереснее потом тем более значение не знаю я не знаю лучшего из таких интеллектуалов которые могут так раздавать очень много фастового урона тем более там все слабенькие героя у них нету хп но это нужно не прогулять нужно аккуратненько играть сейчас брать тык 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 подушивать у нас керри особо нет у нас алхимик говорит он первый раз играет мидер нам свидонел жалко тпшки не пешкой будем душить этого знаете кого сларка в лейтгейме да блин тебя тавр бьет тебя бьет этот пак жесть вообще ничего не боится чел очень очень плотный погнали лотар есть можно попробовать душа ночь с ларка бы душа на голову 400 хрп цм к лайк расценку душу надо этого сларка по еще фражочек на тест-файл часов катится тест-файт откатится где-то 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 хорош догнал проверяю на веру всех вообще неверные одни неверные здесь жесть синего с прогиба синий неверный биги 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 сларк лотар зашел видели вот интересно там еще и мхана сладко вот интересно прям синего с прогиба синий неверный беги 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 глобалку дал таким пойдет я сразу дал тест-файл потому что я рассчитал чтобы он глобал тут кто-то в инвизи просто шел я видел по карте сделал по карте все есть что дальше по билду сейчас придумаем к ней крит вот он да понимаю тебя друголек хорош я не должен тут умирать вчера хорош что я наверх пошел наверх пошел хорош отлично господи одесса с ларка тут не сдохну вот тут где-нибудь бежать надо очень быстро лархитры вы видели сразу даст и там все такое пластик какой-то ух выжил я это радует это радует сларк даст и да очень много тому слад очень много сентри опсы пошли айдет чё там алхимик собирает постраденц астраденц парень хочет так хорошо но это крит будет в любом случае с критом будем раздавать с критом бежали на топ тут сайленсор сейчас будет я думаю выбежит он подфармить или а он на миг вышел хорошо тогда на топе тут зафармим сейчас а подходить не будем сларк уже начинает окрыляться да у него такой там раз так уж так скади сейчас крит скади сделаем крит сначала потом скадью сити расчетом такой хитрый сларк так и наверно как там чин это так убивает еще за фигня это же чем это же чем сларк там можно спокойно пофармить лобалка еще манту можно будет кстати сделать там глобалку снимать по кайфу будет так крит есть да она сларка притормозить чуть-чуть так крит имеем крит крит потненькая будет походу да сларку главное не сфидить остальное мелочи сикера бы навестить в лес но боюсь сикера в лесу на месте навестить на топ по-любому кто-то сделает дп подфармить вопрос когда пока фарминг см к на низу там стоит но повторять см к не будем эти махинации весы выкачиваем вот так сделаем погнали как на руну идет что-то нет этого с руки неверного лук на рожь убежать надо тут жесть и этого не забрали я думал вивер заберет сайланс боится я не забрал это я вижу сларк меня бьет мне нельзя фидить сларка вообще никак вообще не зафидить и крита кстати не было ни одного был бы крик было бы лучше успокоим его я не хен ты не он говорит так ну там цемки блин дагер это кстати это плохо я сейчас тут ошибусь я могу сдохнуть там ультимативные булкун к рядом крит вылетел по хорош отлично крит вылетел это радует хорошо и забрали ценку быстренько так 1100 хп лобалочка вот а ночью чуть-чуть прикинь чуть-чуть побежали на у меня полу атаку 25 даст и убитился сларк все кнопки нажали сразу нормально или даст и жмется хай граунда ух ты какой но сларк это чувачало чувава чисто вот ойдем на бы схожу пойду лесок по калачу блин сикер радиенс пикер радик там лейт покруче конечно чем мой нам алхимик нужен химик фармит 2000 есть у меня манту наверное сделаем сейчас тики скинем тики радик там 14 левел почти но алхимик у нас слабенький это видно меня напрягает сларк очень сильно они вон там зажались пацаны да так чисто дефа просто хочет почуть одевается давайте яша купим яшу его нанес яшу его нанес я его убью я в бэкстэбной он free прожочек бэртами бэкстэп пару тычек она шурс ларк не пришел сейчас могу сдохнуть стоим рактура висит еще убежали надо бежать одни мха говорит нереал отхил бы какой-нибудь дальше а вот сикер жесть как я хопанул от сикера одни мхашники говорит нереально какие мхашники в него мхашников видели огонь шинтов поколотим что начание шинтов что ли не били никогда вы чего пацаны прекращайте прийти маднес бы сейчас и типа вы фарменшей жестко было бы а чё можно перри фарм ли так если тут фарм катка такая ведь я еще пытаюсь подгангивать ганги в принципе кончились остается фарм давайте сделаем аднес и эншентов колотить будем момчик ночи не почему нет почему нет типа тп тпшкой но момчик надо гаусер на сатаник будет против ларка как играть станет нету систоника нету против лака не выиграешь смысле дела-то какие сатаник надо жесть сларк лотары фурманс печально да там это сларк до убивает чревут это 5121 там чалька тяжело быть не смогу и наверно перри фармит все равно но в целом можно попробовать как бы пока доминируем на лайт там круче там бм делает секер да тяжело бы безусловно тяжело панкатка превратится в серьезную перекатку так вот т2 к пациентам бегает съездом можно т2 побить фиолетовое это сало хорош пойдет забрали быстренько и побежали отсюда желтенький это у нас бы эсик сларк тут еще сларк тут гонус ларк палец ларк палец контора ну да так и понял я так и понял видели сларк но сларк под ногами было он меня прям хочет убивать никого другого не хочет видеть печалька так мана у меня кончился у меня один хил же сколько за ним забирает как бы нормально в принципе вроде как на самом деле ненормально дамаги не хватает мало дэмэджа парнем срочно бурезу надо дофармливать пояга регентис и варды надо 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 сларк жесть там отлетает барды надо пашечку нам бы так вот сделай да хорош что за рунка интересно арестнулась до дашечка почему бы и нет есть тараканы и поехали о вивер купил этот я беру вивер взял этот гемчик гемчик взял хорош красавчик на вивере делает что хорошо так делай да чё тут крипал зафармлим так меньше тысячи осталось да но сейчас бурезу сделает тупо буреза будет жесть аега буреза давайте это подставки так делаем хорош объем чуть-чуть а ко мне есть буреза до вырезаясь хорошо это продажа это забираем прогнали и оба его есть бурез к next манту манта sky остается и сапанник сделаем чаще нужно сапанник сделаем хорош ну сларк прям меня пытается убивать но у меня много хп братулец так буреза есть все погнали делать вещи можно товара бэса бы сразу убить знаете как надо типа так бэкстебнуть хорошенько его но у него 1300 хп под амплификация примерно 1000 ну тыс где-то 700 хп у него ну 800 тест файт сша не вивера ждем вивера там центре центре мид вивер красавчик с гемом сейчас пройдется за душем по центре надо поснимать или нет вот но мы уже спалили свои смока нет смысла она состоит спалили смока ну фиссурница туда фиссурница глобалка шалька это минус аек ну пойдет может ребят что-то сделать еще есть эхо слайма ха слайма отлично залетает хорош дает хорошую фиссурницу я тест файт на нет с файдить я не успеваю но сейчас ларк живой с ларку даем тест файта можно подраться еще ребята не видят почему-то крест накидается очень странно почему креста не дали но его мы и между прочим просто так отдали глобалка перекрыли все типа гг и два героя основных которых должны были завалить они выжили это такое себе это максимально такое себе 1 до путь кушку 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 жалко чуть-чуть помогли бы да там фиссуры не хватало буквально она вообще чтобы кунка начинал он стесняется по ходу стесняется по ходу кунка уйдите рож так но у меня такой буреза до чисто буреза начений вечер нас руте буреза нас руте бибер уходит на базу хорош топ можно побить алхимик почти одеваются но он долго будет одеваться там парень неопытный не знает как формирует формирует как дед как дилд формирует пар знает не на двух там драка да поможи сделаем бессы там все все там по умера их пятеро там знаю парсы 1 на 5 не в 1 x 5 я не пойду какой смысл дофармливать надо формирует не знаю бкб может сделать бкб не зайдет я думал насчет madness но опасно потому что там сларк стреки сларку не хочу отдавать сларку стрек отдавать не хочется вообще максимально хреново уйди петером петером надо сейчас бы варбу взять челинка тут можно вообще сэнджин венш сэнджин венш говорится и газануть пусть чуть алчи под пармит его они тоже до монка алхимик все леса поколотью ps 17 вот одного его бы убить да было бы круто но у нас не хватит урона там нажмется б.м. а конета там стак нету там старта это я фармил как бы не пришлось бики делать молния очень хорошо зашла бы против б.с. а сейчас арбу купим с этих стаков и не идти вместе надо потом умирает езда умирает пивер а нет живой хорош живет они вместе держатся там все цемка ульта нет будет очень очень бабу очень парка снимает центре обсигем сларк у них топ пушится что вот мид не-не-не-не-не-не-не куда вы уйдите м сларка м лук на рож самое чувство что лук на рож будет снится лук на рож так они ушли на мид да хорош можно быть по лесу пройтись до вардите пока они ушли хорошо будет манта нужно сейчас срочно добить срочном порядке чтобы можно было со сларком так сказать таргетом баловаться таргетом бедолагой ест переживает вообще за эти в армии куда они дальше идут центре снимать гол опасно конечно рож скоро хороша будет можно будет прям пойти подраться на воду дэшечка так манта есть манта есть понизу на иллюзии ломают сало там поинт бустер купил в принципе я сало сломаю целые сломают штанкура летит по лесу мы прошлись вроде вардов не было можно быть спокойно это поправить уж оба пробуем на характере может он дойдет может крит прок не там не знаю с файтом крит прок нет никого нету на лайнах очень стрёмно на самом деле жизнь на лайнах ваш пеникова нет ребята на топе под вардом стоят я здесь стою я очень далеко от них и помощи мне не будет случить чего пара ты пашечки есть хорошо давайте с алхимиком чуть поборемся тут как это зале к чему что-то все происходили до подъем . . быстро заберем и рошана можно будет пойти сейчас левчанский хорошо лук на рожь отлично рошан скоро ребята там дерутся ногам хг будет адекватно хг побьем адекватно будет хг побьем главное не сдохнуть тут но уже поздновато уже надо уходить б уже уходить надо горошь сларк наверно будет вылазить убивать и алхимический алхимику монету оставлю и миг монету бери скромно 2 300 сколько даст 2 900 500 золотых нормально так отлично рош нет чабы сам будет рожь мне бы не сдохнуть ована сларк на скину ага мх на сларк что откинул хорош ес тест файтом с руки ой-ой-ой хорош просто с руки надамажил нет хорош прям почти на вставочка да если там с умоном делал трипл килл на вставочка с руки тут должен вообще рэмпэйш сделать чё за дела ох он там салон нашел смотри и сюда дорогой оба еще с тест файтом пах но это просто обнедж жесть нормально ломай ломай рожь отлично молодец ес отлично прыгнул да ребятки но это центральная минусом 35 минут керри гейминг значение не сможна до атаковать гонится еще для профилактики так все можно быть сейчас покачивать манту даже не зуб кстати ну там они втроем так хорошо встали макро ошибка у них для чё пишет сикер сейчас еще один слотик купим мкб какой-нибудь лучше сходе сделаем на жир сходе на жир как раз по кайфу будет ускали сделаем сюда сходе запихнем час а маска маска уже так уж быть может в маднес сделаем сейчас прям маднеса не хватило до осуждаю осуждаю сходе сделаем парню маднес все-таки докупим наверно кого мх у нас мх лично нету по моему и наезд так подозрительно там пошел езда возможно из что-то у ес а может и есть я не уверен конечно что есть но так сказать дать это фармить что осталось дай скади да скади дай на скади есть вот такой это на зато арчик ой сюда иди нас ларки сейчас тебе тык тык сделаем сейчас нас лаки сону покажем дираки зимой для глоболита не хочу этот эффект вот этот эффект хочу скади эффект спасибо рож есть скорость атаки нету но душем химику можно отлично главное бури за персфир с артефактом пацаны все остальное мелочи хорошее вивер если б сделал агани вообще кайф было у него по сути ничего нету вивера чисто как четверка работы сюда у меня отхил брата мне пофиг бери бери пикер скади делает да маднес надо дофармить его хорошая руна ща маднес возьмем пацаны момчик момчик на чена и пойдем просто шапалахи давать чапалах чапалах хорошая катка получается ребятки напоминаю это керри катка на чене не рекомендую так собираться потому что это специальный особый контент для вас и не рекомендую так собираться это просто катка по ровну вторая катка кстати с умоном мне очень понравилось даже очень интересно рекомендую всем посмотреть ее так берем маднес вот так вот пацаны у нас выглядит билд ну страшно страшно выглядят пацаны но серьезно согласитесь очень страшный чем получился еще и 18 на 0 даже близко ко мне никого нету как скажет кто-то в чате кираками играешь раками а когда хен проиграть тирак а когда хен выигрывать тираками играешь до свидания сикер минус гем и раками играешь что-то сикеры сочи ой сикер спагетти пил чего спагетти пил чего с как спагетти можно пить ты серьезно спагетти пил пом не шмитом пом не надо жать но я вас пугал до хорош опа отлично отлично как спагетти можно пить по ере бэбэ так но я если что не за диспель из да а я я понял что базар ужок базар ужок друг асты есть можно поесть нужная вещь так сларка там нету можно не бояться пояс хитрый ситрик и сурницу дашь а нет не дал началька так я сдох ё-моё я сдох пацаны эй хелпы нету ес поможи но я сдох чисто из-за того что дурачок а чё вивер фармит лол лол ты чё фармишь где вообще день чё за суета почему так несложно да я так хотел без смерти закончить укатку в итоге он фиссурой оказывается не попал я забегаю гиги начинается да ну ладно ладно понял курим ладно курим курим и впятером и впятером я вообще типа ну подошел ебить не могу там бм и вивер на самом деле фигню какую-то сделал спагетти пил между прочим шел просто отдала егис отдал гем же просто печально это печально все вивер спагетти пил ой осуждаю гем сларк гем сларк пойдет вивер что-то там по застрял кукурузный туда ему кресты и меточки все ему туда час ес побегать лево права подожди давай брат ну хорош хороший у так побежали цены хороший и вот ес отлично фиссура хорошо там подвязал дремку эламу нормально и ушел опять застрял это застрял и застрял кстати нас сейчас могут кто тут убить если убьет от типа ну это конечно может быть они сейчас очень сильно оденутся очень сильно оденутся очень сильно оденутся но надо отойти погнали аккуратненько они сейчас могут прям нормально сделать вещи сларк крыса конечно счета с ним могут быть проблемы быть проблемы с ларком я одетый конечно да но они вместе соберутся типа на мой билд вообще пофиг бы нельзя снова воли сошли б петером мы за сноубой ли так что короче дали много слотов сейчас из ларк вылезет типа то под кнопками это ггб ребята зря это делают уйдите вот так вот до хорош два гема выбил я просто с руки выбивая 2 гем это что такое где мы собирая как грибы после дождя рожь погнали 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 на это ультра кем надо сделать она там еще и б.с. блин но и б.с. видите не хочу б.с. сильный он просто б.м. нажимает и джи джи п.м. и г.г. с ларк там повелся по ходу данные люди о ехать души с руки хорошо сюда оба и тебя а нет секер б.б.р. но надо пушить давайте еще проиграем блин нафиг то ямко там врываются с бики бихой риса у него вон б.м. нажмет я умру давайте вот так сделаем рожь отлично там б.с. правда в спине у нас рожь ухты и киби жми страшного рубай но б.м. прожмет типа б.с.б. после б.м.а подерусь 21 бей 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 ну ты шо лапу кинул дай побью ой но креветка ну дерусь что делать да ладно я еще живой я розовый теплый серьезно не успел я прикинь да как я там держался чисто на отхиле сларк не мог ничего ой же есть но что за каточки да прям вообще жестко погнали до душу их чисто соли в армию сделаю сейчас соло фигню вернее сделаю сларк на то пиловых п.д. что я могу тут тоже свидетель и конечно же будет невесело свидетель и будет невесело но зря бы бабу баскнулся на синюю сделаю тебе да мне синюю наверное уже не нужно б ладно уйди ты хочешь а ты хочешь глобалку еще дают хорошо я вас понял дорогие друзья я вас понял баки их там нету гемы где монет что хотите но вы по сути если корабль даст нормально будет вам нажимаем и деремся просто подхил хорош бегут просто просто хилимся подхил нажимаем ой жестко но корабль на самом деле мне сейчас жопу засеял главное от крипов сейчас не сдохнуть дай крест он к не курит наверно а регенерация на я на базу улетел пацаны заверите жестко жестко опасно как получилось коручин душит сларк убить не может сларк который не может убить чена с рута ух погнали лук на трон let's go лук на трон го закончим го закончим бкб жмет побежал о раптуру кидает все я бегу я бегу я сейчас ему покажу что такое лук на рож иди сюда лук на рож сейчас покажу ему а пофиг что там cm как а стоит лук на рож смотри как хилится лук на рож души давай сюда и тебя лук на рож сейчас покажу как надо убивать дабл килл хорош ребят ну что ж на этом но на этой нотке так сказать на этой каточки я заканчиваю этот гайд обязательно пишите какая качка вам понравилась больше ну конечно керри катка это довольно таки интересный такой момент который стоит посмотреть но и вторая каточка начали прям мне тоже очень сильно понравилось напишите какая вам в целом катка понравилась и в целом играете ли вы на этом персонаже и как вы играете хорошего с микро или отлично мой микро очень сильно остается потому приходится немного напрягаться в каточках либо брать просто ауреров ну и в принципе все друзья спасибо всем кто посмотрел обязательно поставьте лайк все ребятки всем до скорого